Илья Репин. Далекое близкое. Воспоминания. Глава первая. Мои восторги. Обласканный, прославленный, принятый с таким большим почетом, что даже совесть беспокоится о незаслуженности всей этой чести, я выпускаю книгу своих писаний пером. В разное время под разными настроениями составился целый круг жизни с детства до старости. Вместо предисловия предлагаю воспоминания о самых интересных минутах моей жизни. Мы их не ценим, выпускаем, даже стыдимся и замалчиваем. Я набрасываю о них эскизы, краткие отрывки. Одна из первых минут восхищения случилась со мной еще в раннем детстве на Осиновской улице. Наша улица вдруг вся преобразилась, и хаты, и лес за Донцом, и все люди и мальчишки, бежавшие быстро на нашу улицу, все как будто осветилось ярче. Далеко в конце улицы, сквозь пыль, поднятую высоко, заблестели медные трубы полковых трубачей на белых лошадях. В одну ленту колыхались солдаты над лошадьми, а над ними сверху трепетали, как птички, над целым полком в воздухе султанчики пик. Все слышнее доносился лязг сабель, храп и особенно яркое ржание коней. Все ближе и яснее блестели сбруи и запенившиеся рогатые удила сквозь пыль снизу. И вдруг все это как будто разом подпрыгнуло вверх всей улицы и покатилось по всему небу, грянули звучно трубы. Радостью понеслись эти звуки по донцу, за малиновский лес и отразились во всех садах пристена. Веселье понеслось широкую волною и даже за гридину гору до города. Хотелось скакать, кричать, смеяться и плакать, безумно катаясь по дороге. О, музыка! Она всегда проникала меня до костей. Первый раз, когда в нашей чистой половине дома какие-то господа устроили бал, пришло много музыкантов с большими скрипками. И когда струнный оркестр пронзительно зазвучал, так мне показалось почему-то, наступает кончина мира, у меня потемнело в глазах. Я ждал уже общей погибели и удивлялся, что все были спокойны и даже чему-то радовались, не плакали. Только Анюта Рядова понимала, как и я, эту музыку за всех. Она со слезами корчилась, потом потихоньку начала визжать, ее затрясла лихорадка. Она упала на пол на крыльце и билась о пол. Пока ее не подняли и не унесли в наши комнаты, где спрыскивали водой с уголька, шептались, что это с глазу и что ей надо переполох выливать. Я окрепился, потом стал привыкать к звукам оркестра, и мне уже даже нравилась эта зажигающая пропасть. А вокруг так весело танцевали парами и целыми хороводами. Однажды, наслушавшись чтения маменьки о житии святых и особенно о святом Марке, спасавшемся во Фраческой горе, я долго не мог заснуть. Все неотступнее захватывало меня желание сделаться святым. Скорее бежать в пустыню. Там скалы, пропасти, львы, а я дрожу весь в жару и бегу все дальше, сбираюсь в гору все выше. Представлялось ясно, уж я далеко и устраиваюсь в пещере. И вот в Страстную Субботу и ко мне, как и к Марку, приходит Святой Старец. Мы оба строгие постники, но когда настало время обеда и мы взалкали, тогда мой друг достал куриное яйцо и предложил его для нашей трапезы. И мы ели яйцо в Страстную Субботу и знали уже, что нам отпускался этот непростительный грех нарушения Великого Поста. И я ясно представлял себе моего святого, он небольшого роста, был уже седенький, и цвет его лица и рук был Акикара Финникова. Утром мы искали дикого меда в скалах и глубоких расщелинах. В своих мечтаниях я дошел до полного восторга. Мне стало жарко и хотелось уже бежать, бежать без оглядки. Я встал со своего маленького диванчика, кое-что надел и тихонько на цыпочках к двери. Маменька услышала мой шорох. «Кто это? Это ты, Илюша? Что тебе не здоровится? Куда ты?» «Я сейчас вернусь», отвечаю я. Пока я отворял железный засов двери сеней, пока вышел на крыльцо, где меня охватил свежий воздух и ветерок, я пробудился от своего восторга. Через несколько времени я начал дрожать от холодка, бессонница и бреда. Зубы даже начали стучать, и я вернулся. На пороге я столкнулся с маменькой. Она очень беспокоилась, что я так долго не возвращался, и встала уже отыскивать меня. Дивная погода, жаркий день, теплый, душистый, упоительный май. Пышно развернувшийся фруктовый сад, весь перепутан тучными кустами цветущей сирени. Тяжелые букеты лиловых ветвей, кроме своего собственного вечно юного аромата, опьяняли едким запахом зеленых металлических жуков. Жуки, жучки роились, кишели и, сталкиваясь, облепляли, ныряли внутрь цветков и упивались их роскошными сочными воронками. Большие размеры троек, пятерок и даже семерок манили глаз. Но я уже не выбирал их. Я был влюблен до корней волос и пламенел от страсти и стыда. В этих кустах я ждал. Сейчас появится предмет моих самых тайных и самых страстных мечтаний. Теперь ей уже 12 лет. Давно уже я задыхаюсь при встрече с этой девочкой. Я замираю весь каждый раз с тех пор, как увидел ее в первый раз еще семилетней, маленькой. В красивом глинцевитом, разрисованном конверте у меня давно уже собрано много печатных чувствительных стишков для нее. Вот один из них. Я вас люблю, люблю так страстно, как не любил вас так никто. Но виноват ли, что напрасно, моя любовь для вас ничто. Ах, вот она идет. Во всем летнем, освещенное рефлексами солнца от цветов сирени, она направляется сюда. Я прячусь слегка за густую ветку. Сердце у меня так забилось, что я уронил свой приготовленный конвертик, наполненный кроме стишков, билетиками, еще и маленькими картинками. Шатаясь, я схватил ее за руку и в тот же момент бросился подхватывать мой пакетик. Он рассыпался. Надо же его собрать, чтобы отдать, наконец. Ведь этот конвертик однажды попал даже в руки моему учителю. Как я не умер тогда от позора? Она помогла мне собрать мое подношение. Что это, спрашивает она? Это я вам, возьмите на память, после прочтете. Она спрятала и стала освобождать свою руку, которую я давил изо всей силы. Я понял это только сейчас, до боли и злости к себе. Мною овладел вдруг страх перед нею. Я не знал, что мне делать. Огонь внутри сжигал меня, остолбенев, я горел и задыхался. Раздались веселые голоса ее сестер. Нас звали на качели. «Пойдемте на качели», — сказала она. Лицо ее пылало, и серые острые глазки слегка прищурились весело. Какой у нее носик, носик с горбочком. О! Я уже в Академии художеств. Работаю в классах, особенно постоянно и усердно в рисовальном. В этюдных классах заботы о заработке не пускали меня отдаться живописи с натуры всецело. И вот однажды я, уже мечтающий о вдохновении, под впечатлением посмертной выставки Флавицкого, там поразил меня его эскиз набросок Голгофа. На первом плане случайно сбежавшаяся Иерусалимская толпа смотрела вдаль, на Голгофу, где поднимался крест с пригвожденным Христом. И там толпа отодвигалась, давая место кресту. Мне захотелось эту грандиозную тему разработать значительнее такого беглого наброска Флавицкого. Я долго собирался, и вот, наконец-то, передо мною холст. Я один в особом чаянии вдохновения чертил и отыскивал, воображая живую сцену Голгофы. Невольно начал я напевать из оперы «Роберт Дьявол» «Арию, восстаньте все мертвые из гробов». Расправив мантию в виде крыльев, Во перепел ее страшный бас на кладбище, в ожидании теней. Тени появлялись сначала огоньками. День был пасмурный, ноябрьский. В комнате моей был полумрак, и я все живее и живее чувствовал себя во власти вдохновения. Голгофа не только рисовалась мне ясно, но мне казалось, я уже и сам был там. Со страхом колыхался я в толпе, давая место кресту. Сбежавшаяся масса людей стояла вдали. Близкие Христу, мать, ученики и друзья, Долго только издали трепетали, а не меф от отчаяния и горя. Страха ради они не смели подойти ближе. Мать упала от изнеможения. С ними в этой темной страшной трагедии я потерялся до самозабвения. Солнечное затмение, тьма. И церковная завеса разорвалась, и все внутри у меня рвалось. Как музыке хотелось рыданий. Благодетельная темнота затмения. В темноте, понемногу и невольно, близкие добираются до креста. Неузнаваемый, в потоках запекающейся крови, он узнал их. Он им обрадовался. Он им говорил и успокаивал их. Не горюй, мать, Иоанн тебе заменит сына. Лицо его едва можно было узнать. Терновые колючки, крепко прикрученные к голове, все более впивались в голову и в шею. Он был страшен в своем кровяном покрове. Местами потоки струились, блестя от факелов. Боже, Боже, за что же ты меня оставил? И крест почти весь казался красным, блестящим от кровяных ручьев. Есть особое поглощающее очарование в трагизме. Я испытал это, когда писал академическую программу «Смерть дочери Иаира». Более месяца сначала я компоновал картину, переставлял фигуры, изменял их движения и главным образом искал красивых линий, пятна и классических форм в массах. В то же время, под влиянием разговоров с Крамским, я все более устанавливался в отрицании и классического направления, и академической школы живописи во имя нашей русской реальной самобытности в искусстве. Наконец, дошло до того, что я решил совсем бросить академию художеств, выйти из академии на свой страх и начать жизнь по-новому. По дороге от Крамского к себе, очень много хороших новых мыслей мне приходило в пути, особенно если путь был дальний, я вдруг осеняюсь мыслью. Да нельзя ли эту же тему, смерть дочери Иаира, на этом же большом холсте, сейчас же, то есть завтра, и начать по-новому, по-живому, как мерещится у меня в воображении эта сцена. Припомню настроение, когда умерла моя сестра Устя, и как это поразило всю семью, и дом, и комнаты, все как-то потемнело, сжалось в горе и давило. Нельзя ли это как-нибудь выразить, что будет, то будет, скорее бы утро. И вот я принялся с утра. Я принялся без всякой оглядки стирать большую тряпку и всю мою академическую работу четырех месяцев. Угля уже наслоилось так густо и толсто на холсте, что я скоро догадался вытирать только светлые места, и это быстро начало увлекать меня в широкие массы света и тени. Итак, я перед большим холстом, который начинает втягивать меня своим мрачным тоном. Смелая постановка реальной сцены обуревала меня ускоренным темпом, и к вечеру я уже решил фиксировать уголь, так как и руки, и даже платок носовой мой были как у углекопа из жарминаля золя. Утро. Краска «Простая черная кость» Бейн Шварц особенно отвечала моему настроению, когда по зафиксированному углю я покрывал ею темные места на холсте. К вечеру картина моя уже была так впечатлительна, что у меня самого проходила какая-то дрожь по спине. Первому я показал свою картину через несколько дней Зеленскому, очень болезненному конкуренту, уже получившему золотую медаль. Он остановился, слегка присев и опустив руки, и долго молчал. Он был так серьезно поражен, что и я молчал, и боялся нарушить его переживания. Зеленский не был моим конкурентом. Он уже готовился уезжать за границу. Он был очень худ и очень бледен, говорил тихо, с большим трудом, но чувствовал глубоко. Его программа «Блудный сын» на малую золотую медаль произвела на меня неизгладимое впечатление. «Ах, да ведь это картина!» Только и сказал он, когда я хотел узнать его мнение. И я много трагических часов провел за этим холстом, когда Бейн Шварц с прибавкой Робертсона-медиума все больше и больше усиливали иллюзию глубины и особого настроения, которое шло из картины. Чуть-чуть я прибавлял некоторых красок и долго боялся начать писать вовсю, всеми красками, по этой живой подготовке. И должен сказать, это был лучший момент картины. Всякий исполненный до полной реальности предмет в картине уже ослаблял общее впечатление, которое было почти музыкально. Очень трудно было не выйти из этого неуловимого тона, глубокого, прозрачного и цельного уже по случаю своего одноударного возникновения. Брат мой музыкант, ученик консерватории, тогда жил со мною. И, приходя из мастерской, я просил его играть Бетховена. Эта музыка опять переносила меня к моему холсту. До бесконечности я наслаждался этими звуками «Еще! Еще!». Он ее изучал и играл подолгу, и повторения, особенно прелюдии, меня трогали до слез. Какое это было счастье! 1870 год. Летом, на Волге, в лес Самарской Луки, на стороне Жигулевских гор, я рисовал красивый кусок в каменистом поясе берега. Издали с парохода этот пояс кажется светлой полосой, подчеркивающей зеленый лес на горах. Вблизи эта полоса так завалена огромными камнями, обломками с гор, что местами по ней очень трудно пробираться. Я увлекался тогда деталями растений и деревьев. Всякий стебелек тщательно вырисовывал и даже обводил темным фоном, если эти поросли и цветки рисовались на темном фоне зелени. До страсти было заманчиво вылепить все формочки цветка и положить тени, где они капризно и ненадолго падают под солнцем, забываешь все на свете. Но вот солнце перестало освещать мою красивую группу, оглядываюсь, надвигаются тучи. Волга уже вся черная, и прямо на меня, переливаясь и рассыпаясь серым по темной тучище, неслась разорванная завеса. В темной бездне неба сверкнула красным зигзагом молния, загремела вдали, и вдруг капля огромная мне на альбом. Я его под полу, другая, третья, и так звонко забарабанил дождь кулаками и по листам растений, и по камням, а зонт мой, артистический, даже стал трещать от порывов ветра и скоро пропускал уже насквозь удары дождевых кулаков. Но было так все время жарко, что поднявшаяся влага, казалось, поила своим ароматным дыханием. Мне стало страшно весело, и когда ливнем оборвало зонтичные проволоки, продырявили стенки тяжелой парусины, и ливень стал заливать меня, как из ведра, наполнив поля мои шляпы. Шляпа развернулась, вода быстро уже купала меня всего. Я начал вдруг безумно хохотать, и мною овладело еще неиспытанное, бешенное веселье. Один, в душе теплых дождевых стен, как в сетке, я долго и громко хохотал. Ничего не было видно, не только ни на Курумчу, ни на Самарскую Луку за Волгу, даже моего ближайшего камня, со всеми украшениями кругом, похожими на лопухи, с большими листьями, прекрасно группировавшимися кругом, все исчезло. Хорошо, что альбом свой я сейчас же прижал под мышкой, и старательно прикрывал его полами пиджака. Огромные капли, казалось, били меня по голове и по плечам. Наконец, стали показываться пузырьки в ближайших лужах. Вот показался и предмет мой. Но в каком виде? Все стебли вымпелы и красивые большие листья были смяты, растерзаны и сломаны, как наварива. Ничего не узнать. Я осмотрелся. Да, это была минута бесшабашного счастья, упоения в бою. Глава вторая. Впечатление детства. 1844-1854 года. На старости я сызного живу, минувшее проходит предо мною. Объезд диких лошадей. Калмык. В украинском военном поселении в городе Чугуеве, пригородной слободе Осиновки, на улице Калмыцкой, наш дом считался богатым. Хлебопашеством репины не занимались, а состояли на положении торговцев и промышленников. У нас был постоялый двор. Домом правила бабушка. Широко замотанная черным платком, из-под которого виден был только бледный крупный нос, она с раннего утра уже ворчала и бронилась с работниками и работницами, переворачивая катки и громадные чугуны, проветривавшиеся на дворе. Кругом большого светлого двора громоздились сараи, заставленные лошадьми и телегами заезжего люда. Повсюду стояла грязь, коричневые лужи и кучи навоза. Днем широкие ворота на Калмыцкую улицу оставались открытыми, и через них поминутно въезжали и выезжали чужие, проезжие люди. Становились как попало на дворе или в сараях и хозяйничали у своих телег, подпирали их дугами, снимали и подмазывали дегтем колеса. Лошади с грубой дерзостью таскали из рептухов сено, большая часть его падала им под ноги, в навоз и затаптывалась. Отец мой, билетный солдат, с дядей Иваней занимались торговлей лошадьми и в хозяйство не мешались. Каждую весну они отправлялись в Донщину и приводили оттуда табун диких лошадей. На месте в степях у богатых донских казаков-атаманов лошади плодились круглый год на подножном корму и потому стоили дешево 3-5 рублей за голову. Но пригнать из-за 300 верст верхом и объездить дикую лошадь составляло серьезное и трудное дело. Отец говорил, «Тут без помощи калмыков ничего не выйдет, одно несчастье». Дядя Иваня, вечно на коне, в шапке к учме, папахе, был чорен, как черкес, и ездил не хуже их, но калмыкам удивлялся и он. Калмык с лошадью одна душа. Опрометь, убросившись на лошадь, вдруг он гикнет на табун так зычно, что у лошадей ушки на макушке, и они с дрожью замрут, ждут его взмаха нагайкой, в конце которой в ремне вшита пуля. Одним ударом такой нагайки можно убить человека. У нас на Руси широкие столбовые дороги, есть где табуну пастись на дровой траве и отдохнуть всю ночь. Но, Боже упаси, заснуть погонщику близ яровых хлебов. Дикие кони тихой иноходью уже там, в овсах, и выбивают косяк чужого хлеба. Проснулись хохлы сторожа, с дубинами и кольями бегут загонять табун, поди, выкупай. Калмык убил бы себя нагайкой в лоб за такую оплошность. Привязанный к его ноге горбоносый Донец заржет вовремя и так дернет крепко спящего хозяина, таща его по кочкам к табуну, что только мертвец не проснется. Как лошадиный хвост от комаров, калмык взмахнется на своего поджарова и так зычно гикнет на лету на лошадей, что самому ему останется только исчезнуть в облаке черноземной пыли, взбитой табуном. А хохлы с дубинами долго еще стоят, разинув рот. Наконец перекрестятся, «Отце ма будь сам чертяка, а хай йому бис, нечисто сила». В углу нашего двора были широкие ворота на пустошь, которая оканчивалась кручей к донцу, заваленной целыми горами лошадиного навоза. Что было бы здесь, если бы в половодье Донец не уносил своим течением всего этого золота вместе с обвалившимися берегами кручи? Посредине пустоши был врыт крепкий столб. Сюда загоняли табун, и здесь начинали учить диких лошадей, житейской добродетели в оглоблях и седле. При малейшем беспокойстве лошади неслись в какой-нибудь угол пустоши и там сбивались в каре. Дружно, головами вместе они начинали так энергично давать козелки задними ногами, что комки земли и навоза далеко отлетали в лица подходящим. С косыми огненными взглядами и грозным храпом степняки казались чудовищами, к ним невозможно было подступиться, убьют. Но у калмыка аркан уже методически свернут кольцами. И вот веревка змейкой полетела к намеченной голове, по шее скатилась до надлежащего места и чудовище в петле. Длинный аркан привязывают к столбу и начинают полегоньку отделять дикую от общества, подтягивая ее к центру двора. Любезностями на конском языке междометий ее стараются успокоить, обласкать. Но чем ближе притягивают ее к столбу, тем бешенее становятся ее дикие прыжки и тем энергичнее стараются они оборвать веревку. То подскакивает на дыбы, то подбрасывает задними копытами в воздухе и кажется, что из раздутых красных ноздрей она фыркает огнем. До столба осталось уже не больше сажени. Конь в последний раз взвился особенно высоко на дыбы и когда он стал опускаться, калмык вдруг бросился ему прямо в объятья, повис на шее и, извернувшись, в один миг уже сидел на его хребте. Тогда с обеих сторон схватились за гриву наши работники, повисли на ней и стали подбивать в чувствительные места под передние ноги. Лошадь пала на колени и голова ее очутилась во власти третьего работника. Он захватил ее верхнюю губу, зажал и, завязав между особо приспособленными деревяшками, начал ее закручивать. Оскалились длинные белые зубы, открылись десны, и лошадь оцепенела от боли и насилия. Ей наложили на спину седло, продели под живот подпруги, затянули крепко пряжки, а калмык уже разбирает казацкие стремена, сидя на высоком седле. Несут и уздечку, продели между зубов удила, трензель, чтобы лошадь не закусила. «Отвязайте аркан!» командует калмык пересохшим горлом. Аркан сняли с потемневшей шеи, и работники мигом отскочили в разные стороны. Лошадь еще лежала под калмыком, тяжело дыша. Калмык взмахнул в воздухе нагайкой, и конь подскочил, встряхнулся. И вдруг стал извиваться змеей и метаться в разные стороны, стараясь тряхнуть с себя седока. И опять начались дикие прыжки, взвивания на дыбы и козелки, чтобы сбросить непривычную тяжесть. Калмык крепко зажал коня икрами в шенкеля и повернул его к воротам. Отворять ворота визжит калмык. Ногайка свистнула, и конь мгновенно получил с одного маху по удару с обеих сторон по крупу. Он прыгнул вперед и понесся в ворота. Калмык гикнул на всю улицу, эхо отозвалось в лесу за Донцом. Пешеходы отскочили в испуге, бабы стали креститься, дети весело завизжали. Калмык стрелой понесся по большой дороге мимо кузнец за Донец. Скорый след его простыл, только столб пыли висит еще в воздухе. Часа через четыре никто не узнал бы возвращавшегося к нашим воротам калмыка. Лошадь плелась, пошатываясь, опустив мокрую голову с прилипшей к шее гривой. Она была совсем темная. Калмык сидел спокойно и сосал свою коротенькую трубочку, подняв плоское лицо кверху. Глаза его, прорезанные осокой, казалось, спали. Хорошо обошлась школа, добрый конь будет. Но не всегда объездка проходила так удачно. Однажды калмык неспопашился и, кинувшись на шею взвившейся на дыбы лошади, угодил лицом под передние копыта. Широкое лицо его мигом залилось кровью, но калмык не опешил. Отплевываясь собственной кровью, он умело барахтался между ногами лошади и привычно пролез на спину коня и уселся верхом как следует, но в каком виде. Лошадь, очевидно, была бешенная, движения ее были сумасшедшие и сбивали с толку опытного калмыка. Застыв на минуту под всадником, дикое животное вдруг выкинуло такой зигзаг, что всадник едва не слетел и удержался только за гриву, а лошадь с размаху рухнула к столбу. Внутри у нее что-то лопнуло, горлом хлынула алая кровь и она пала. Кстати, и калмыку необходимо было слезть и сделать себе перевязку. Через нос и скулу у него шла глубокая рана и сочилась черной кровью. При этой оказии я, бросившись в сторону, упал лицом в землю и набрал себе полон рот песку. Гришка Копьев, наш работник, взял меня на руки, своей корявой рукой вытер мне лицо и пальцем вычистил песок из моего рта. И его рыжая веснушчатая рука, и сам он мне очень нравились. Мне так было весело и спокойно сидеть у него на руках и смотреть на все свысока. Я близко разглядывал его рыжую бородку, скобку волос и широкую скулу. Но на зубах у меня еще трещала земля. Гришку я любил, он ездил верхом не хуже калмыка и нисколько не боялся лошадей. Раз на вороном жеребце того на цепях выводили, когда конь поднялся на дыбы, Гришка так огрел его кулаком между ушей, что жеребец даже на передние ноги сел. И я бывал счастлив, когда Гришка брал меня верхом на водопой. Сижу я перед ним на холке коня и замираю от ужаса, когда конь идет в глубокую бездну вод. Бездонная пропасть казалась мне ужасной. Облака. Но вот на дне облака заколыхались, лошадь стала бить ногой по воде, кругом запенилась, как весело. Брызги летят до самого вниз в облака, прошел. Когда табун угоняли на ярмарку, чумаки на этой пустоши варили себе кашу, и тут же лежали их валы, пережевывая жвачку и тяжело дыша. Нам, детям, очень нравилось смотреть на их котелок, висящий на кольях в треугольнике, когда под ним так весело горит огонек и стелется к донцу голубой дымок. Лица у чумаков так черны, что даже огонек их не освещает, и рубахи их и штани замазаны дегтем. «От так здоровейше!» говорили они, и руки коричневые, только ногти да зубы белые. Мы с сестрой Устей долго их боялись и не подходили близко, хотя бегали около, играя в коня. Я держал веревочку в зубах и старался прыгать, как дикая лошадь. Устя была за кучера. Видим, один чумак ласково улыбнулся белыми зубами и протянул нам хорошую светлую веревочку. Я взял ее в зубы вместо своей, она была очень вкусна, совсем тарань, соленая. Они везли тарань из Крыма. «Вы это сами кашу себе варите?» спросила Устя. «Разве вы умеете?» «А хибаш, отце, тай дурень кашу заварить, як пшено-то сало». И чумак дал нам попробовать горячей дымящейся каши из огромной деревянной ложки, отвязав ее от пояса. «Ай, как вкусно!» сказала Устя. «Попробуй!» Я едва достал из глубокой ложки и хотел уже пальцами доставать остатки. Так вкусно! Чудо! А погоди, хлопче, я тубище зачерпну!» Я обжигался, но не мог оторваться. Днем, укрываясь от солнца, чумаки лежали под телегой старанью среди двора и ели чухоню, огромную светлую соленую рыбу. Заворотив книзу чешуйчатую кожу, чумак с наслаждением смаковал ее понемногу, прикусывая черный хлеб громадными кусками. «А разве чухоня вкусная?» спросила Устя. Я стоял за ее спиной и удивлялся ее смелости. «Эгеш! Таяк чухоня гарна, тахлиб мягкий, таггеть таки хунтова!» Фунтовой рыбой назывались осетрина, белуга, севрюга, продававшиеся по фунтам. Тарань продавалась вязанками, а чухоня поштучна. Военное поселение Некоторые пишущие о художниках называли меня казаком. Много чести. Я родился военным поселянином украинского военного поселения. Это звание очень презренное, ниже поселян считались разве еще крепостные. О чугуевских казаках я только слышал от дедов и бабок. И рассказы-то все были уже о последних днях нашего казачества. Казаков перестроили военных поселян. О введении военного поселения бабушка Егупьевна рассказывала часто, вспоминая, как казаки наши выступили в поход прогонять хранцуза аж до самого Парижа. Как казаки брали Париж и уже везли домой оттуда кто Микедом, кто Мусинделе и шелку на платье своим хозяйкам. А на русской границе хлоп, как обухом полбу, их поздравили уланами. Уланам назначили новых начальников, ввели солдатскую муштру. Пока казаков не было дома, их казацкие обиходы в Чугуеве все были переделаны. Часто рассказывала бабушка о начале военного поселения, как узнала она от соседки Кончихи, что город весь ночи обложен был солдатами. Верно опять хранцуз победил, догадывались казаки, и наступает на Чугуев. Хранцуз дурак, сказали вишь ему, что чугунный город, а у нас одни плетни были, смех. Бабы напекли блинов и понесли своим защитникам солдатушкам. Может и наших в походе кто покормит. Но солдаты грубо прогнали их. Пойдите прочь, бабы, мы воевать пришли. Начальство вишь приказало не допускать, казачки могут отраву принести. В недоумении стали мирные жители собираться кучками, чтобы разгадать. Солдат сказал, что и город сожгут, если будете бунтовать. Стояли мирно, озабоченные и толковали. Вот оказия. К толкующим растерянным простакам быстро налетали пришлые полицейские и патрули солдат. Требовали выдачи бунтовщиков. Большинство робко пятилось, но казаки, народ вольный, военный, виды видали, а полиции еще не знали. «Какие такие бунтовщики? Мы вольные казаки, а ты что за спрос? Не тыкай, видишь, меня царь пуговицами потыкал. Взять его, это бунтовщик». Смельчаков хватали, пытали, но так как им оговаривать было некого, то и засекали до смерти. Такого еще не бывало. Уныние, страхи пошли, но местами стали и бунтовать. Бойкие мужики часто рассказывали о бунтах, захлебываясь от задору. Особенно отличалась Балаклея, а за нею Шабелинка. Казачество селилось на возвышенностях, и Чугуев наш стоит на горе, спускаясь кручами к Донцу, и Шабелинка вся на горе. Шабелинца загородились телегами, санями, сахами, баранами и стали пускать с разгону колесами в артиллерию и кавалерию, подступившую снизу. «А-а-а! Греби его колесом по пояснице!» кричали с горы расходившиеся удальцы. «Не могем семисотную команду кормить!» Развивая скорость по ровной дороге, колеса одно за другим врезывались в передние ряды войска и расстраивали образцовых ракчеевцев. Полковник скомандовал «Выстрелить для страстки холостыми!» «Куда?» «Только раззадорились храбрецы!» «Не бери ваша подлая крупа! За нас Бог!» «Мы заговор знаем от ваших пуль!» «Не дошкулишь!» Но когда картечь уложила одну-две дороги людьми, поднялся вой отчаянье и горе побежденным. Началось засекание до смерти и все прелести восточных завоевателей. Отец мой уже служил рядовым в Чугуевском Уланском полку, а я родился военным поселянином и с 1848 по 1857 год был живым свидетелем этого казенного крепостничества. Началось с того, что вольных казаков организовали в рабочие команды и стали выгонять на работы. Прежде всего строили казармы для солдат. Нашлось тут дело и бабам, и девкам, и подросткам. Для постройки хозяйственным способом из кирпича целого города Чугуева основались громадные кирпичные заводы, глины кругом сколько угодно, руки даровые, дело пошло быстро. Из прежних вольных, случайных, кривых чугуевских переулков, утопавших во фруктовых садах, планировались правильные широкие улицы, вырубались фруктовые деревья и виноградники, замащивались булыжником мостовые циклопической кладки, Никитинской и широкой дворянской улиц. Бабы по ночам выли и причитали по своим родным уголкам, отходившим под казенные постройки, квартиры начальству, деловые дворы, рабочие роты и воловьи парки. Я увидел свет в поселении уже вполне отстроенном. Я любовался уже и генеральными смотрами хозяевам и нехозяевам, производимыми графом Никитином. На Никитинской, дворянской и Харьковской улицах каменные хатки для хозяев были как одна. И так они были похожи одна на другую, что даже голуби ошибались и залетали в чужие дворы. Залинейные домики для нехозяев были бревенчатые и столь же однообразные, как и хозяйские на линии. Инспектор резервной кавалерии граф Никитин был высокий, костистый, сутуловатый старик. Окруженный своим штабом, он стоял на крыльце Никитинского дворца, а перед ним дефилировали хозяева города Чугуева и пригородных слобод – Калмыцкой, Смыколки, Зачуговки, Пристена, Осиновки и Башкировки. Мы, мальчишки, сбирались на пирамидальные тополя, росшие на плацу, чтобы лучше видеть и графа Никитина и проходившее перед ним военное пахарство. И кругом плаца и далеко по Никитинской улице уходили вдаль серые группы запряженных телег с торчащими дрекольями и сошниками, блестевшими на солнце. Разумеется, в первые очереди ставили зажиточных хозяев с новой сбруей на добрых лошадях, с прочными земледельческими орудиями. Мы знали всех. Вот тронулись Пушкаревы. Отец сидит на передке в форменной серой арестантской фуражке, серой свитке, армике, лицо бледное, злое, наряды своего не любят поселяне. В сундуках у них лежали свитки тонкого синего сукна, и в церковь они шли одетые не хуже мещан. На задке у Пушкарева, не хозяином по форме, сидит Сашка Намрин, бобыль. Лентяй, я его знаю, он у нас в работниках жил, лошадей боялся. Осклабился на нас своими деснами, и выбитый зуб виден. Пары лошадей сытые, играют, барана новая, спицы толстые, багры длинные, струганные, вилы, косы, молотильные цепы, все по форме, все прилажено ловко и крепко. Сошники у Сахи длинные, не оптирухи какие, весело блестят. Сашка корчит из себя заправского солдата. Серый армяк у него аккуратно сложен, как солдатская амуниция, пристегнут через плечо, серая фуражка, арестант, две капли воды. Поравнялись, им скомандовали что-то с балкона, затарахтели рысью. За ними едут костромитины. Старик костромитин осунулся в воротник, глаза, как у волка из-под нависших бровей, вожжи подобрал, престижная играет. Молодец костромитин, мямлит ласково граф Никитин, рысцой с богом. Загрохотали и эти, блестя толстыми шинами колеса. Проехали воскобойниковы на пегих, тоже хорошо. Вот и Заховаевы староверы, Заховаев хозяин добрый, всю даже на улице детей своих целует. И теперь веселый, красивый, черная окладистая борода, тройка гнедых, сытая, кнута не пробовала, на облучке сзади локтюшка с козлиной бородкой, этому далеко до солдата. Проезжают, проезжают, сколько их, Переродовы, Субачевы, Бродниковы, Раздорские, всех не переименовать. А вот юдины, эти бедные, они недалеко от нас живут, лошаденки тощие, маленькие, сбруя веревочная, все снаряды рвань и дрянь, так, его записывают, разжалуют его вне хозяева. Они лентяи, когда не заглянешь к ним, всегда лежат на печке. Наша работница Доняшка говорила, что с горя взяться им не за что. А вот Иганусов, калмык дикий, его прозвание, лютый, он дозорен и из калмыков, говорят, крестились, хозяева они зажиточные, всего вдоволь. Граф Никитин добрый, он не велел нас, мальчишек, прогонять с тополя, а под нашими ногами против его дворца много зрителей, все мещание торговцы. Поселяне ненавидят эти смотры, и никто из родственников не пойдет смотреть на позор своих, которых нарядили арестантами на показ всему миру. Гадко смотреть. За нарядами поселян начальство смотрело строго, поселянки не смели носить шелку. Раз на улице в праздник, ефрейтор Середа при всех сорвал шелковый платок с головы Ольги Костромитиной, девки из богатого дома, и на соседнем дворе Байрана изрубил его топором. Девки разбежались с визгом по хатам, улица опустела, мужики долго стояли истуканами, и только когда Середа скрылся, стали все громче ворчать. Что это? Зачем же это добро? Надо жаловаться на него. Да кому? Ведь это начальство приказало, чтобы поселянки не смели щеголять. Шелкавиш для господ только делаются. Если бы вы видели, какой противный был Середа. Глаза впалые, злые, нос за корюкой ложится на усище, торчащее вперед. Мальчишки его ненавидят и дразнят руль. Вот он бесится, когда услышит. Раз он за дудырем страшно гонялся с палкой, кричит «Я те внес тожу». Дудырь кубарем слетел под кручу к донцу, а Середа сверху бегает и бросает в мальчишку камнями. «Я те внес тожу», повторяет как бешеный, а сам страшный. Досталось и ему однажды, но об этом после. Несмотря на бесправную униженность, поселяне наши были народ самомнительный, гордый. На всякий вопрос они отвечали возражением. «Вы что за люди?» спрашивают чугуевцев, когда их подводы целыми вереницами въезжают в Харьков на ярмарку. «Мы не люди, мы чугуевцы. Какой товар везете?» «Мы не товар, мы железо». На улице каждого проходящего клеймили они едкими кличками. Всякий обыватель имел свое уличное прозвище, от которого ему становилось стыдно. Кругом города было несколько богатых и красивых сел малороссиян. Народ нежный, добрый, поэтичный, любят жить в довольстве, в цветничках, под вишневыми садочками. Чугуевцы их презирали, хохол, мазеп проклятый, даже за человека не считался. Пришлых из России ругали кацапами, тоже купцы курские. Прочь с богами, станем с табаком. С чем приехали? С бокалейцами, деготек, оселедички, рожочки. Своих деревенцев из Гракова, Большой Бабки, Коробочкиной, считали круглыми дураками и дразнили магемами. Шелудь Баевый, магем Мершовый, ругали их ни за что, ни про что. Дядя, скажи на мою лошадь тпру, а сам что? У меня кроха во рту, положи в шапку, да не влезя. В обиходе между поселянами царила и усиливалась злоба. Ругань соседей не смолкала, часто переходила в драку и даже в целые побоища. Хрипели страшные ругательства, размахивались дюжи и кулаки, кровенились ражи и рожи. А там пошли в ход и колья. Из дворов бабы с ведрами воды бегут, как на пожар, разливать водой, а из других ворот с кольями на выручку родственников. В середине свалки за толпой уже слышатся раздирающие визги и отчаянные крики баб. И, наконец, с толпы выносят изувеченных замертво. Преступность все возрастала и чем больше драли поселян, тем больше они лезли на рожон. Происходили беспрерывные экзекуции и мальчишки весело бегали смотреть на них. Они прекрасно знали все термины и порядки производства наказаний. Фуктилей, шпицрутинов, сквозь строй. Мальчишки пролезали поближе к строю солдат, чтобы рассмотреть как человеческое мясо, отскакивая от шпицрутинов, падало на землю, как обнажались от мускулов светлые кости ребер и лопаток. Привязанную за руки к ружью жертву донашивали уже на руках до полного количества ударов, назначенных начальством. Но ужасно было потемневшее лицо, почти покойник. Глаза закрыты и только слабые стоны чуть слышны. Плащедная ругань не смолкала и ни одни грубые ефрейторы и солдаты ругались. С особой хлесткостью ругались также и представительные поселенные начальники красивым аристократическим тембром. Начальники часто били подчиненных просто руками, по мордам. Только и видишь, вытянувшись в струнку, стоит провинившийся, начальник его раз раз по скулам, смотришь, кровь хлынула изо рта и разлилась по груди, окровенив изящную, чистую, с золотым кольцом руку начальства. Скользит недовольство по прекрасному полному лицу, вынимается тонкий белоснежный душистый платок и вытирается черная кровь. «Ракалья, розок!» крикнет он вдруг, рассердившись. Быстро несут розги, расстегивают жертву, кладут и начинается порка со свистом. «Ваше благородие, помилуйте!» «Ваше благородие, помилуйте!» Маменька строит новый дом. Через нашу Калмыцкую улицу шла большая столбовая дорога. Поминутно проезжали мимо настройки и пары почтовых с колокольчиками, часто проходили войска, а еще чаще громадные партии арестантов. Долго тянулась густая толпа страшных людей с полуобритыми головами. Звенели кандалы и казалось будто войско идет. Встречались скованные тройными кандалами с висячей цепью или скованные потроя и более вместе. Страшные полуобритые головы в серых арестантских шапках. Смотрели они из-под лобья, как злые разбойники. Вздыхали стоявшие у калиток и ворот бабы, выносили поленицы, а мужики доставали гроши, копейки, покупали поленицы, бублики тут же в лавочке и все это догнавшие отдавали старшему арестанту впереди отряда. Тот принимал серьезно и почти не благодарил, вообще поражало в арестантах выражение гордости и злобы. Сколько шло народу, кончалось свора скандалами, за ними ехали их подводы, на телегах сидели и лежали больные, бабы и дети. Маменька со своей двоюродной сестрой Палагой Вечинкиной в каждый годовой двунадесятый праздник отвозили пироги, булки и бублики во строк и солдатский госпиталь. Уже дня за два перед праздниками пеклись булки и белые поленицы. Заезжала тетка Палага с вазом, до половины нагруженным всякими хлебами, калачами и прочей снедью, и маменька с Доняшкой выносили свои запасы и полный ваз везли несчастным. Тетка Палага закутывалась большими черными платками, а к самому лицу белой косынкой. Она всегда держала низко голову, лица не было видно. Любила она подолгу сидеть с нашей маменькой запершись, долго на что-то таинственно жаловалась и много плакала. Воз с хлебом без конца стоял у наших ворот, а они все не выходили, горевали в слезах. Кажется, из ее родни кто-то сидел в остроге, так в слезах и уезжали. Семья Ветчинкиных была большая, это были хозяева хлеборобы. Старик, жестокий и буйный в охмелю, три сына женатых, старшая дочь замужем, приняли во двор за нехозяина зятя, а младшая подросток, глуповатая Наталка. У старших уже были малые дети и все жили в одном дворе в двух хатах. Руганью да палкой старик держал всю семью в страхе и покорности, но чуть он отлучался на работы, поднимался целый ад ссоры брани до драк. Заводили всегда бабы и дети с пустяков, но от вечного гнета все уже были так злы и раздражены, что только вруга недопотасовках и отводили душу, а потом росла месть и так без конца. Старший сын Никифор огромного роста был глух как бревно. Раз помню у нас были гости Никифор Ветчинкин выпил и развеселился вместе со всеми. Когда все уже были на веселе, то, как водится, стали петь песни. Вдруг, как заревел Никифор свою песню, так все даже испугались. А он уже ничего не видя, ревел свое. Пошла баба по селу добывать киселю, не добыла киселю, а добыла овсу. И страшно, и смешно. Мы поскорее залезли на печку и там хохотали с ужасом. Молодая Каарина, его жена, засовестилась и хотела было его остановить. Так он так рассверепел «Отойди, убью, не мешай! Что, смеются? Кто смеется? Эти пострелята? Я их одним кулаком убью!» Он так подымал кулаки и хотел что-нибудь разбить, вся хата дрожала. Настя, красивая, с тонкими бровями и черными глазами, покраснела и не знала, что делать со стыда. Маменька подошла быстро к Никифору «Что вы, кто смеет обижать и останавливать моего Никишу? Пой, Никиша, пой! Ну, начинай сначала, мы будем тебе подтягивать!» Он глупо улыбнулся и протянул огромную ладонь к маменьке. «А, тетка Степановна, вот кого люблю, вот, дай ручку поцеловать, то есть больше матери люблю, потому добра и нашего брата-мужика подчует и жалует. А ты что?» Сверепея обращается он к жене. «Давно тебя не учил?» «Ну-ну, Никиша, запивай, будет тебе», говорит опять маменька. «Пошла баба по селу», заревел Никифор опять. «Наша жизнь шла сама по себе. Предстояла нам перемена, мы строили себе новый дом». Чаще и чаще отлучалась маменька на постройку дома, и, наконец, перед нашей хотенкой во дворе у бабушки появилась запряженная телега, на которую выносили самые первые и важные вещи для новоселья. Прежде всего вынесли образа и установили их прочно и безопасно на передке телеги. Потом деревянную чашку, ложку, что-то завернутое и что-то съестное. Нашу трехцветную черную кошку мы держали на руках. Наконец, уселись и поехали. Мы прекрасно знали, что все эти русские плотники такие колдуны. С ними беда. Сколько уже Могарычи поставлено было. Заложить основание дому Могарыч, взволакивать матицу, брус поперек всей избы, на котором наслан потолок Могарыч, крыть крышу стропилами, опять Могарыч, и все это четвертную бери на всю артель. Божие избави делать не по-ихнему. Они сейчас же заложат дом на душу того из семьи, кто им неприятен, и тот помрет. Уж всегда просят их, чтобы закладывали дом на какого-нибудь самого старого деда, которому умереть пора, тогда уж воля божья. А то ведь бывало так у других. Плотникам не угодят как-нибудь поссориться с ними, так они подложат под святой угол колоду карт. Тогда пойдет такая чертовщина, что из своего дома бежать придется. По ночам домовой с нечистой силой такой шум поднимают и таких страхов задают. Беда! Наша маменька знала верное средство от всякого колдовства плотников. Разумеется, с ними она обходилась очень ласково и все магарычи были хорошие. Плотники оставались довольны и на серьезный вопрос маменьки, на чью душу дом заложили, отвечали очень убедительно. Успокойтесь, Степановна, неужто же мы без креста на шее или вами чем обижены? Ведь мы тоже люди и понимаем, с кем и как и что прочее, например. А кошечку точно вы знаете сами, привезете вперед и все порядки известно справите по Писанию. Ведь вы же не то, что мы деревенщина, ведь вы как читаете и Священное Писание знаете, как же можно. Яков Акимыч рядчик был мужик бородатый, веселый, но степенный и богомольный. Вот мы и едем. По дороге пыль поднимается большими стенами и глаза ест. Далеко-далеко отъехали и еще дальше едем. Все понад Донцом. Вот остановились у нового высокого белого дощатого забора здесь. Но нам велено сидеть и не слезать с телеги. Кто первый войдет в дом непременно умрет. Маменька с Доняшкой берут кошку на руки. Какого-то прохожего просят поставить внутри на середину дома чашку со съестным. Посторонний не умрет, ничего ему не будет. Тогда отворяют двери в семцы, пускают туда кошку и запирают ее в доме одну. Слышим замяукало на свою голову. Снимают с телеги устью и меня, мы весело влезаем на крыльцо, чистое, белое, выструганное. Отворяют двери в сене, можно. Но ставни затворены, темно, Доняшка отворяет ставни, какие чистые белые полы. Мы начинаем бегать по всем комнатам, какой огромный дом, неужели это наш, как весело. На стол в святом углу поставили образа и молитвенник, и что-то завернутое. Прилепили перед образом три восковые желтые свечки, и маменька стала приготовляться читать Акафист при Святой Богородице. Мы знаем, что это продлится долго и будет очень скучно, Доняшка и Гришка уже стоят за нами. Сначала все положили по три земных поклона и слушали непонятные слова. Мы ждали знакомых слов, когда надо было класть земной поклон. А вот «Радуйся, невеста неневестная». Мы сразу бултыхнулись к чистому полу, встали. Поднявшись, маменька продолжала чтение тем же выразительным голосом, чуть-чуть нараспев. Опять долго, от скуки я оглядываюсь. Вижу, Гришка, уж видно неуч, быстро и смешно машет рукой, сложенной в щепоть, делает короткие кивки и скоро отбрасывает прядь своей рыжей скобки, сползающей ему на глаза. А в это время следует только смирно стоять, деревня. «Аллилуйя», произносит нараспев маменька, и я опять бросаюсь в земной поклон рядом с устьей. Поднимаемся дружно, опять длинное чтение. Я оглядываюсь на Доняшку, она крепко прижимает два перста ко лбу. Мы все крестились двуперстным знаменем, хотя и не были староверы. Но маменька говорила, что креститься щепотью грех, табак нюхают щепотью. И я стал крепко прижимать ко лбу два перста. Кстати, раздалось опять «Радуйся, невеста неневестная, земной поклон». Снова долгое чтение. Я оглянулся на Гришку и чуть не прыснул с осмеху. Он так смешно дремал стоя. При этом его щепоть на высоте рта как-то дергалось вместе с рукой, которая никак не могла сделать крестное знамение. Глаза смешно слепались, а брови поднимались высоко-высоко и морщили лоб. Потешно. Наконец, к моей радости, маменька пропела «Аллилуйя», и я поскорее бултыхнулся, чтобы не смеяться, и продолжаю лежать, уткнувшись в пол, чтобы не заметили. Потом, потихоньку от полу, заглядываю вбок на устью. Она серьезно сдвинула брови, стоит ровно и смотрит на меня сердито. Я поднимаюсь, оправляюсь. Радуйся, невеста неневестная. После должного поклона я боюсь уже оглядываться и решаюсь собрать все силы и ждать конца. Мы знали, что когда начнут читать «О всепетая мать и рождшая», тогда значит скоро конец. Но долго еще чередовались «Аллилуйя» и «Радуйся, невеста неневестная». Но вот и желанное всепетая, вот и конец. Гришка уже бодрый принес воды с донца. Большой старинный медный крест и крапила лежали на столе. Я их раньше не приметил. Во имя отца и сына и святого духа торжественно произносит маменька и троекратно погружает в цебарку крест. «Спаси, Господи, люди твоя и благослови достояние твое», запевает маменька, мы все подхватываем и торжественно двигаемся ко всем углам комнат. Маменька крапит и поет хорошо. Тришка фальшивит, страшно спешит и поминутно крестится, отбрасывая скобку от глаз. Переходим в другую комнату, в третью, и везде-везде, и на пол, и на потолки, и во все окна маменька крапит святой водою. Так обошли весь дом, вернулись опять к образу, здесь все подходили к кресту и маменька всех наскрапила в затылок. Потекла вода за шею, надо было от алба святой водой смачивать щеки и все лицо. После Акафиста мы набегались в сласть на светлых полах в чисто выбеленных комнатах. В нашей хатке на постоялом дворе у бабеньки нам стало уже скучно, и мы все приставали к маменьке, чтобы нас опять взяли в новый дом и чтобы нам скорее переезжать туда жить. Постоялый двор В большом доме у бабеньки в чистых горницах было очень чисто и богато. Крашены желтые полы, огромные образа в серебряных ризах с золотыми венцами. В красивом комоде за стеклами висели серебряные ложечки, врезанные в дерево. Блестящий гладкий комод с необыкновенной волнистой изогнутой крышкой особенно поражал меня чистотой, металлической ручкой и золотыми украшениями над дырочками для ключей. Только я не любил страшной картины, висевшей в черной раме на средней стене одной из горниц. Там был намалеван молодой курчавый панич, держащий за волосы громадную мертвую голову с пробитым лбом. Такое страшилище это голова, синее присинее и панич также синий и страшный. Маменька говорила, что это Давид с головой великана Голиафа. Я боялся даже проходить мимо этой картины. Да нас редко и пускали в горницы, разве в праздники, когда мы ходили поздравлять бабеньку. Через большой коридор мы часто проходили на кухню и здесь иногда видели, как обедают проезжие извозчики. Бывало зимою под вечер в большой мороз тетка Мотря, плотно закутанная с фонарем в руках, давно уже поджидает у ворот проезжающих. Когда остановится тяжелый обоз в Азов в 20, она подходит ближе и мягко нараспев зазывает «Заезжайте, почтенные, заезжайте!» остановились. Заиндивелы, тяжело одетые люди приближаются к ней. «Куда вы поедете дальше, на ночь глядя? Сейчас генеральская гора, пока взобьетесь. А в городе дворы дороже и хуже. У нас смотрите, какие ворота крепкие, двор большой, сараи просторные. Уж будете довольны, будете покойны. Супец с картофелькой, борщичку достаточно. Заезжайте, купцы, заезжайте, что там раздумывать? Сено, пут и мера овса у нас копеечкой дешевле, чем в городе. Что же, Митюха, заезжать, чтоль? Алюш в городе, на горе ночевать, говорит старший. Да на гору-то сподручнее бы утречком забраться, крута да и долга проклятая, я ее помню по спуску, заезжать так заезжать. Решают, ворочай, робя в ворота. И каждый весело скрипит валенками к своему вазу. Въезжают, не торопясь размещаются под сараями, выпрягают лошадей, долго берут по весу овес из нашей лавки, сено из сенника с больших весов, набивают рептухи и несут, закладывают лошадям. Убравшись, приходят в кухню. Тут мы их смотрим. Русские издалека. Говорят, судака везут в Харьков из Ростова. Русские все больше колдуны, лица красные от мороза, бородатые, чубчики подстрижены, староверы, значит, но есть и молодые. Разматывают пояса, снимают армики, кладут все это на нары, на примость. Какая грязь на полу в кухне, вот еще снегу нанесли, полушубками запахло. Крестятся на образа и быстро отхватывают короткие поклонники. Заходят за общий стол и подвигаются по общей длинной скамейке плотно один к другому. Печка в кухне огромная, сколько там громадных чугунов, горшков. Кухарка едва вытаскивает рогачом чугун, наливает у половника в огромную миску и ставит на деревянный стол без всякой скатерти. Около каждой миски усаживаются пять человек и большими деревянными ложками черпают, сейчас же подставляя огромную скипку черного хлеба под ложку, чтобы не расплескать на стол. Едят долго, у каждого за щекой огромный кусок хлеба в виде большой круглой шишки наружу, она тает по мере прихлебывания и пережевывания. Атмосфера разогревается от пары и пота, снимаются кое-кем забытые на шее шарфы и утираются вспотевшие лбы длинным полотенцем. Полотенце кладется одно на троих четверых на колени. У всякого общества свои правила приличия, свой этикет. У извозчиков считается неприличным выходить из-за стола, не окончив ужина. А между тем людям, прошедшим по морозу верст 25-30 пешком, разогревшимся от горячей пищи и теплого помещения, а главное съевшим не торопясь такое большое количество жидкой пищи, наступает поочередно неминучая необходимость выйти на воздух. В их практике заранее условлено в таких случаях толкнуть товарища локтем. Тот знает, что надо сказать. Ох ремка, в твоем рептухе мерин дырку прорвал, много сена под ноги топчет. Ты бы малый вышел, посмотрел, поправил. Ох ремка быстро перелезает через скамейку и идет поспешно к лошадям. Вернувшись через 10-15 минут и услыхав, как условно кашлянул Никита, он говорит, «Никита, а, Никита, у твоего чалова сена уже почти нет, не пора ли ему повесить торбу?» Никита быстро удаляется, а охремка садится и продолжает хлебать борщ. «Мы очень хорошо все это знали, выразительно переглядывались и старались не смеяться. Некоторые молодые извозчики с ремешками вокруг головы нам очень нравились своими серьезными лицами. Когда почти все товарищи осведомились и поправили своих коней, а супцом и борщичком нахлебались до отвалу, кухарка вытаскивала огромный кусок вареной говядины из чугуна с борщом, клала его на плоское деревянное блюдо и начинала без всякой вилки кромсать кухонным ножом на куски, придерживая мясо просто засаленной рукой. Разделивши его на куски, она подвигает блюда поближе к пяти товарищам. Извозчики тянутся руками к мясу, берут куски и опять, подставляя хлеб под кусок, откусывают зубами сочную говядину. Не торопясь, наелись гости досыта, потные красные лица хорошо вытерли рушниками, встают товарищи чинно, как и в начале стола, молятся на образа большим двуперстным крестом и благодарят хозяйку за хлеб, за соль. Нам все это хорошо знакомо, и мы только следим, все ли правильно сделано, что полагается. Только теперь нарушалось молчание, и начинались интересные разговоры в ответ на расспросы Гришки и тетки Мотри. Некоторые снимали валенки, начинали развертывать анучи и укладывались на нарах. Скоро оттуда раздавался здоровый храп, а другие еще долго беседовали о разных разностях. Народ бывалый. Новый дом Как весело было нам в нашем новом доме. Все перевезли, установили, просторно, светло. Мне особенно нравился полок над большой кроватью. По критону до самого потолка вился плющ с зелеными листьями. Так похоже были накрашены листья, совсем живые. В большой горнице повесили новые образа. Хотя не в ризах, как у бабеньки, но очень хорошие. Сколько окон и какие большие, как у бабеньки в горницах, если встать на подоконник, то не достанешь до верху. На некоторых окнах в глиняных горшках стояли цветы, красная герань, фуксия и еще, ну совсем как из воску, белые цветики со сладкими капельками по утрам, нежные и прозрачные. Красиво также белокраечка, устья поливает цветы каждое утро. Перед крыльцом, выходящим во двор, стоит у нас большая осина, а за ней высоким бугром поднимается погреб, над погребицей подъем еще выше, так что если взлезть на нее, то через забор увидишь лес за донцом, это очень далеко. А какой веселый сарай, я нашел там петушье перо невиданной красоты, как оно переливает всеми цветами. Сарай крыт камышом, я выдернул камышину, но точно пика у улан с султаном. Я бросал ее по двору, когда уставишь на равновесии, далеко летит, даже страшно, устья боится. На одной перекладине в сарае нам повесили качели из веревки. Как раскачаются, вся душа захолонет. У нас своя серая коровушка, пузатая-пузатая, на коротеньких ножках. Маменька берет чистенькую новую доинку, долго моет ее теплой водой из печки и идет доить вечером, а днем корова в стаде. В сарае ей подослали соломы, вот она легла и как вздохнула. Это она довольна, пойло напилась. Пойло ей набросали арбузных и дынных корок и всяких остатков. А какой у нас собачище разбой, огромный как волк. Все говорят, на волка похож, серый и голос страшно громкий, все боятся нашего разбоя. Маменька все устраивает и покупает новые картины. Вот опять Алэша пришел. Он стекольщик и картинками торгует, сам рамки делает и стекло ставит, хохол. Очень весело смотреть, как он показывает картины. Вынет осторожно из пачки и поставит на новый буфетный шкаф со стеклами. Держит картину и смотрит на всех, довольными глазами блестит. А, ось картина, яки краски, о цыгарни картини, а ще, Степановна, дюжигарни картини. Но маменька выбрала без красок, Христос в терновом венце, с тростью в руках и глаза подняты кверху, а как руки нарисованы. А вот постойте, дайте посмотреть. Он показал. Мазепу привязывают к лошади польские паны. Вот картина. Я стал просить маменьку, чтобы купила мазепу. Нет, и дорога, и маменьке совсем не понравилось. Голый человек. А какие краски были на кафтанах у поляков. Какой конь, чудо. Я так досадовал, что не купили. В вечеру пришла бабушка Егупьевна и тоже принесла картины. У нее очень страшные. Вот смерть человека грешного и человека праведного. Конец грешного ужасен. Стоят у порога черти, черные, с рогами, хвостатые, и крючками тянут его за язык. Уже на пол аршина вытянули. Слава Богу, что маменька не купила этой картины. Еще страшный суд. Опять огромный дьявол в огне сидит. А грешники, только трудно рассмотреть, красной краской очень закрашены. Скоро Егупьевна начала что-то таинственно рассказывать со слезами маменьки. Она всегда так. Еще нашим-то не так. Наши все же по закону живут. А эти, Таня, поверишь ли, забитые топоры. Вечером пришла странница Анюта, и маменька стала читать жития святых. Читали про Марка в Афраческой горе, как он ушел из своего дома и спасался один. Так интересно, так интересно. Я стал думать, вот если бы мне уйти так же куда-нибудь в Афраческую гору спасаться. Один. Мне страшно стало. Бабушка слушала чтение серьезно. Она высокая, к лицу белая косынка, черным платком голова покрыта, а Анюта вся в слезах. Кажется, ничего не слышит, а только заливается, хлюпает. Отчего же? А в другой раз, когда пришла еще слушать чтение Химушка, наша соседка, читали житие преподобного Феофила. Он три сосуда слез наплакал. И картинка. Нарисован Феофил с длинной бородой, перед ним высокий большой сосуд, и он его наплакал полный слезами. А за спиной еще стоят два сосуда. Вот плакали и Анюта, и Химушка. Химушка все время стояла у дверей, подпершись рукой, и все плакала, плакала. Когда окончили Феофила, стали читать житие преподобного Нифонта. Очень смешно, как черти старались рассмешить преподобного Нифонта и ездили перед ним верхом на свиньях. Так смешно. Но преподобный Нифонт не рассмеялся, а Анюта и Химушка и тут все время плакали. Я думаю, что Химушка ничего не поняла, но все время стояла у порога и плакала. «Да сядь, Бо Хима, что все стоишь», сказала ей маменька. «Ничего, Степановна, о-о-о-о-хо, грехи наши тяжкие, читайте, Бо, читайте, уж». Маменька читает очень хорошо, ясно, и церковный язык так понятен, а непонятное слово сейчас же объясняет. Такой приятный голос у маменьки. Я задумал сделаться святым и стал молиться Богу. За сарайчиком, где начинался наш огород, высокий тын отделял двор от улицы, уютное место, никто не видит. И здесь я подолгу молился, глядя на небо. Мы купались в Донце. Берега глубокие, сейчас же так и тянет, жутко, круче высокое, много в разных местах вывалено сюда навозу. Его все везут в кручу из своих сараев. Какой пасклен растет под кручей, кустами, сладкий, душистый, мускатом пахнет. Есть зеленый и есть темно-лиловый, как виноград. Очень весело бегать под кручей между кустами коровяков. Они совсем как орехи большие. В этих колючках весь куст сверху усыпан коровяками. Наша улица идет на гридину гору, наш дом на углу, а другая улица к колодцу. Перед нами большая площадь идет к донцу, до самой солдатской кухни, над кручей донца. Еще далеко за кухней уже круче донца. Теперь сожжение нас-то уж донцом унесен берег. Веселая площадь. Каждый вечер девки тут собравшись поют песни, играют в лапту, а мы около бегаем. Очень весело. Жалко вот только, что ведьмы живут недалеко. И как это мы раньше не слыхали, никто не сказал. По ночам страшно бывает, особенно когда за донцом в малиновском лесу волки завоют. Батенька с Гришкой на ярмарку в Ромен уехали и еще не скоро вернутся с лошадьми. Но уж как вернуться, мы ничего бояться не будем. Гришка им задаст. Вот проклятые завелись. Химушка Крицына знает всех ведьм. Первая бабка Анисимовна, старая, горбатая, из-под платка только подбородок с волосинками торчит. Она боится грозы. Как увидит, заходят тучи, идет в свой садик, берет длинную палку, навертывает на нее платок и начинает вертеть в воздухе. Вертит, вертит, пока не поднимется ветер. Тогда она навернет на голову платок и ложится в яму вниз головою спать. В саду у нее такая яма есть и спит так, пока не разойдутся тучи. Химушка говорит, как ночь, она обращается в собаку, берет доинку и идет чужих коров доить. Хоть какой высокий тын, перелезет и выдает чужую корову. Наша доняшка чуть-чуть не застал ее у нас во дворе. Вышла она на заре, еще темно было. Видит, большая собака с доинкой в лапах бежит из сарайчика от коровы прямо к перелазу. Доняшка взяла палку, да за ней собака скок через тын, оглянулась на доняшку и та видит лицо Анисимовны. Страшно стало доняшке. Скочила в дом, руки-ноги трясутся. Но кто бы подумал, Доня Кузовкина тоже говорят ведьма. Это еще совсем не старая. Только раз, когда она купалась, заметили у нее хвостик. Химушка говорит ей, Доня, что у тебя за хвостик? Нет, ей богу нет, это не хвостик, это косточка природа. Но кто же ей поверит? Все знают, ведьма. Химушка всех знает, и после чтения жития святых нам про всех ведьм рассказывает. Самая страшная ведьма живет в пристене, Гашка Переродова. Та в месячную ночь сидит, притаившись под кручей над донцом, и если какой-нибудь малый зазевается, она его цап-царап и начнет щекотать. Щекочет, щекочет, может до смерти защекотать. А если жив останется, так после в чахотке помрет. Кашляет, кашляет и помрет. Да еще Гашка самых сильных выбирает. Алдаким Сапелкин попался ей. Так еле живого нашли на заре. Совсем и голос ослаб. Долго хворал после этого. Но этот поправился и жив остался. Наши калмыцкие ребята знают, как их бить, ведьм. В месячную ночь нарочно где-нибудь под кручей в яме сидят, притаившись и ждут. Только заметят, собачьем виде агинает сокола. Сейчас ее в колье, у каждого дубина в руках. Только надо бить по тени. Если бить по ней, то есть по самой ведьме, промахнешься. А по тени, так сейчас завизжит бабьим голосом. Вася Батырев силач разбросился и сгреб ее руками. Повернул к месяцу, посмотрел в морду, видит совсем ясно Гашка Переродова. Но и били же ее. На другой день Гашка Переродова вышла по воду вся обвязанная и в синяках. Что с тобой, спрашивает ее соседка. С палати упала ночью. А к вечеру все знали с какой палати. Только и Вася после зачах и долго спустя умер таки в чахотке. А уж какой силач был. Они богатые Батыревы. Свой постоялый двор, два дома больших и кухня на дворе. Сараи кругом, как у нашей бабеньки. А раз вот мы переполоху набрались. Маменька была в гостях у Бочаровых, у дяденьки Федора Степановича. Мы сидели на крыльце и рассказывали про страшное. Ночь месячная, хоть иголки рассыпай. Осина слегка шумит круглыми листьями, и на крыльце, и на нас всех тени шевелятся от осины. Было уже поздно и тихо-тихо. Вдруг мы слышим голос маменьки и страшный стук в фортку. Мы все вздрогнули, Даняша бросилась отворять, видим маменька Яша Бочаров и дьячок Лука Насеткин. Они вскочили во двор и скорее захлопнули калитку да засов задвинули. За ними гналась всю дорогу ведьма в виде свиньи. Их ужас сковал. Они остановятся и ведьма остановится, уставится и ждет. Они пойдут, она за ними. Они рысью и ведьма рысью вслед за ними. Они едва переводили дух от страху и от того, что так долго бежали. Зуб на зуб не попадал от страху. Бледные. Ну положим лука трус, над ним смеялись. А Яша Бочаров уж большой был, готовился в юнкера, очень храбрый и очень красивый. Волосы черные, курчавые, усики чуть-чуть пробивались. У него вся комната обвешана большими географическими картами, а он все учится, учится. Топограф Барановский его готовил в юнкера. Яша и по-французски говорить учился. Они благородные, дяденька Федя капитан, фуражка с красным околышем и иполетики на плечах. Он родной брат нашей маменьки. А мы поселяне, и нас часто попрекают на улице, что мы поселяне, а сами одеваемся как паничи. Мне так стыдно по улице в праздник ходить в новом. Батенька На другой день мы удивились. На дворе стояла кибитка, в сарае стояло много лошадей, хорошие большие лошади. Ночью приехал батенька. Гришка, я бросился к работнику, ты поедешь лошадей поить. Возьмешь меня с собой? Нет, нельзя, нельзя, говорит Гришка. Место незнакомое и лошади строгие. Посмотри-ка вот за загородкой. Видишь, какой вороной жеребец? Нацепи. А ты не боишься, спрашиваю я. Нам чего? Вот и Бориска не боится. Вижу, новый работник Бориска, русский, сейчас видно. Еще молодой малый, серьезный, рослый и красивое лицо. Похож на одного извозчика, что обедал у нас еще на постоялом у бабеньки. И вот они стали выводить лошадей по паре. На одну садятся верхом, а другую в поводу, в недоустке держат. Гришка Гришка Бориске гнедого, а сам сел на вороного жеребца. Губа прикручена, уздечка крепкая. Как заиграл, как завертелся по двору, страшно. Я поскорее вскочил на крыльцо и смотрел оттуда. Гришка вороного только поглаживает по гриве, ласкает, приговаривает, холя, холя. Вороная шерсть блестит, гривище до земли развивается, на лбу белая звезда. Играл, играл по двору и успокоился. Гришка взял гнедого в повод и выехал со двора на Донец поить. Бориска вывел пару серых. Какие красавцы! Вот лошади, картины, говорит Бориска, а смирные как телята. Это он говорит рысаки. А мне нельзя с тобою? Нет, мальчик, нельзя. Чего-нибудь испугаются кони, бросятся? Где мне с тобою возиться? Он повел их к скамейке около дровосеки и взлез на одну, а другую повел в поводу. И смирные же лошади, чудо, а какие красавцы, в яблоках, и как это яблоки точно разрисованы, яблоки, яблоки, а копытца, футы, как выступают, вот красота. Как сказал Бориска, картины, ах, какие картины, хвосты длинные, пушистые, белые, как серебро, неужели это наши лошади? Я долго смотрел им след, пока не скрылись под горку к мелкому песчаному месту у Валового парка, где рабочий батальон в казармах живет. Там и солдаты поят лошадей. Меня позвали пить чай. Батенька и маменька уже сидели за столом, большой самовар кипел, стояли чашки, стаканы, молочник со сливками, кувшин с молоком, харьковские бублики и огромная харьковская булка. А, Елеха-воха, Илюха, где же ты бегаешь? Вот я вам привез, на дороге у зайца отнял. Он дал мне нитку инжиру и погладил по голове. Я поцеловал его огромную руку. Батенька был в чистой рубахе и штанах тонкого сукна стального цвета. Он был чисто выбрит, желтый усы подкручены по-солдатски и волосы гладко причёсаны. А вот это что? При этом он высоко поднял пару новых сапог с красными сафьяновыми отворотами. Вот тебе, Наденька, не малы ли? Если малы, так их Ивану отдадим. Иваном он называл моего младшего брата. Иванечка всё хворал и едва ходил. Я сейчас же сел на пол и надел совсем в пору. Я встал и почувствовал, что очень больно закололо что-то в пятки, но терпел. Хотел пробежаться, невозможно. Что-то так и впивалось. Я стал ходить на цыпочках. Скоро мне дали чаю, и я примастился на деревянном диване около устье. Что же ты кривишься, что ты так поджимаешь ноги, говорит Устья, тебе больно? Ничего, нисколько не поджимаю и не больно, говорю я с досадой, но сам уже едва удерживаюсь, чтобы не заплакать. Маменька, говорит Устья, должно быть ему малы сапоги? Да нет, где малы? Я видел, он свободно на делах, говорит маменька. Да скажи, давят спрашивает маменька. Да нет, и я заревел от досады. А постой, постой, говорит батенька, я знаю, что это, верно, гвозди в подпорах, ну-ка снимай. Мне не хотелось снимать, но мне их сняли и увидели, что у меня пятки в крови. Ха-ха-ха, весело сказал батенька, как это он терпел, смотри-ка мать, даже гвоздики мокрые от крови. Ну как же можно в них ходить? Ну погоди, я тебе сейчас их забью. Доняшка, принеси-ка скалку и молоток. Вот выпьем чаю и заколотим гвоздики. Ведь вот сукины сыны торговцы, так и продают, ну долго ли их забить? Батенька много пил чаю. Стаканы его становились все светлее и светлее, и совсем уже едва только желтенькая водичка, а он все пил. Я очень люблю чай пить. Так весело, сливки вкусные, баранки и харьковские бублики так и тают, так и рассыпаются во рту. От пенок маслянистые круги идут звездочками в чашке и тают. И все сидят веселые и говорят разное. Наконец батенька кончил, встал из-за стола, помолился Богу большим крестом со вздохом. Ну-ка, ну-ка, Даняшка, скалка есть? Давай сюда. Он ловко стал заворачивать голенища сапожек. Завернул, видишь, вон какие торчат. И как ты в них ходил, Елеха Воха? А он будет на цыпицках ходить, сказал Иванечка. Ха-ха-ха, рассмеялся батенька. На цыпицках. Ха-ха-ха. Слышишь, мать, что Иван сказал? Илюха будет на цыпицках ходить. Ха-ха-ха. Он взял между колен скалку, зажал низ сапогами, положил большую медную деньгу на скалку, надел на нее сапожок каблуком подбором вверх и молотком крепко стал колотить по гвоздям. Тук-тук, тук-тук. Ну-ка, ага, ну вот все загнулись. На-ка, попробуй рукой, не колются. Дай-ка еще сюда, забью их хорошенько и отсюда. Стук, стук, стук. Ну ладно, теперь надевай. Не будешь больше на цыпицках ходить. Так-так, Иван, на цыпицках ха-ха-ха. Иванечка такой беленький, у него тонкий носик с маленьким горбиком, он такой хорошенький, я его очень люблю. Пойдемте отцовскую кибитку посмотрим, сказала нам маменька, и мы пошли за ней. Да что там смотреть, сказал в раздумье батенька, и остался на крыльце стоять, скучный-скучный. Кибитка на высокой огромной телеге стояла среди двора, маменька и меня всадила в кибитку. А как тут хорошо, чистенько, сказала Устя. Посмотри, Илюша, какой узор вырезан внутри кибитки, и как блестит, и переливает внутри мелкая резьба, очень и очень хорошо. Маменька стала открывать все ящики. Сколько разных, задвинутых ловко, никто не найдет. В одном недоеденный бублик, «А это что?» Маменька вытащила великолепную трубку, отделанную серебром и с цепочкой. «Дайте посмотреть, вот чудо», лезу я к трубке. «Поди, дурак, что тут смотреть эту гадость?» Трубка сильно воняла табаком и пачкала руки коричневой липкостью. Маменька подняла трубку и показывает батеньке. «А?» «Посмотри, бессовестный», и стала очень сердито. «Пойдем же, бросим ее в печку. Бессовестный, не может отстать, греха набирается. Курит эту гадость, и как ему не стыдно». Батенька тихо стоял на крыльце, повернувшись несколько в сторону, он смотрел куда-то вдаль и ни слова не говорил. У маменьки сдвинулись ее тонкие брови, она недовольно ворчала, помогла нам слезть с телеги, и мы пошли за ней. Неужели трубку сожгут? Какое серебро, какой янтарный чубучок? Я еще не верил и не спускал глаз с трубки. Маменька шла прямо в кухню. В глубине русской печки за горшками жарко горели дрова. Маменька быстро бросила трубку вместе с цепочкой и еще какими-то привесками вроде шильца. Маменька, зачем? Дайте лучше мне, вскричал я и готов был заплакать. Что ты это? Что ты? Курить гадючий табачище будешь? Хорош курильщик. Посмотрите на него люди добрые. Слышите? Дайте лучше ему. И она даже рассмеялась. И только тут я понял, что вероятно трубка большой грех. Но мне было очень жаль такой хорошей дорогой вещи и даже посмотреть не дали. Что за беда, что воняет и пачкает? Ведь можно руки вымыть? А я никогда не видал, чтобы батенька курил, он при нас никогда не курил. Барин покупатель Мы обедали на крыльце, послали чистое ридно, все сидели кругом поджав ноги, кто сбоку, кто по-турецки, калачом. Мы всегда обедаем все вместе, и Гришка, и Доняшка, и Бориска обедают с нами. Только если гости, то работники едят особо в кухне. Был борщ с бараниной, такой жирный, что как капнет капля на скатерть, то так и застынет шариком сало. Я очень люблю молочную кашу со сметаной, вареники с творогом тоже очень вкусны. После обеда, когда работники ушли, батенька расхваливал Бориску. И смирен, и уж работяга так поискать, а какая сила. На последней ярмарке один хохол придачу за лошадь дал мне десять мешков овса, по пяти пудов мешок. Ну пара лошадей ничего свезет, думаю. Еще на постоялом в Уразовой нам к столу на ужин положили вилки. Бориска, глядя на вилки, не мог удержаться от смеху и все подталкивает Гришку. На вилке чудно ему, будто мы господа какие. А на утро еще на заре дождь как из ведра палил. Как палил. Ну выехали, еще пока песок ничего, а как пошел чернозем беда. Уж какой коренной в телеге, а и тот не берет. А как съехали вниз в балку к мостику, так там такая грязь расквасилась, лошадям по брюхо, телеге по ступице, потоп, да и баста. Наша телега с кибиткой, набитая мешками с овсом, как влезла по самое горло в грязь. Что ты сядешь будешь бились, тройку припрягли, а это не с места. Нечего делать. Бориска первый надумал, что надо на руках перетаскивать мешки. Ну-ка, Гришка, бери-ка, это тебе не вилки. И хохочет, опять вилки забыть не может. Взвалит мешок в пять пудов, как влезет по колено в грязь, а где и выше. Да ведь скоком, да еще все со смехом. Смеялись и мы. Удивил нас. Ну убери, Гришка, это тебе не вилки. Потрудились они здорово тут. На другой день едва отмылись от грязи, так залепило все, так поналезло везде, черное как деготь. Да уж парень так парень. Вот такой-то кадась у меня жил Карпушка, вот здоров был на работу. Бывало крещенский мороз, а он на дворе в одной рубахе работает, а от самого пар валит. Под вечер приехал какой-то барин, помещик, смотреть лошадей. Батенька надел большой двубортный жилет такого же тонкого сукна стального цвета, как и брюки. А какие чудесные пуговки были на жилете. Много-много пуговок в два ряда, и какие-то в них красненькие камешки, золото оправленные, так и переливают. Надел конный длинный сюртук, а в свой картуз положил в четверо свернутый красный носовой платок. Шею повязал шарфом и вышел на крыльцо. «Здравствуй, репка!» говорит веселым звучным голосом пузатенький барин в сером пальто, в шапке с кокардой и красным околышем. «Здравствуйте, здравствуйте, ваше благородие! Я приехал к тебе лошадей посмотреть. Добро пожаловать, есть лошадки разные. Вам подо что? Какой меры, какой масти?» «Да пойдем-ка в сарай посмотрим». «Пожалуйте, пожалуйте, и в сарай можно». «Ого, серые-то серые!» невольно восклицает барин. «Это пара? Рысистые? А ну-ка, нельзя ли их вывести, показать, провести?» «Ну-ка, Гришка!» говорит отец. «Надень новый недоуздок, да вытри ему немного обо что-то тернулся». Гришка надел красивый недоуздок с красной покромкой на лбу. «Как вывели!» «Чудо!» Серый в яблоках загнул шею, храпнул на всю осиновку и как взмахнул в воздухе своим длинным серебряным густым хвостом и начал прыгать слегка. вот картина. «Правду сказал Бориско». «Ээээээ, да он кажется из строгих», говорит барин. «Никак нет», отвечает Гришка, «лошади смирные, как телята». Сократил повод, стал ласкать и похлопывать серого и взял его за пушистый чуб. Какие глаза открылись! Вот он повел ими в бок, ай-ай-ай, какая красота! и смирный. А в запряжке хорошо ходит? Не то, что в запряжке, а имеет свидетельство и от завода графа Орлова-Чесменского, и на бегах призы брал в Харькове. Уж лошадь-то и говорить не остается. А как цена, спрашивает барин, и как-то очень значительно посмотрел на батеньку сбоку. Да вот что, ваше благородие, чтобы нам лишнего не разговаривать, с одного слова скажу вам, так как вы сейчас у меня первый покупатель, и дай нам Бог дело сделать с вами. Чтобы не болтать пустяков, скажу вам сразу самую решительную цену, как одну копейку, тысяча рублей. И то парой. Врось не продаю, а пара две тысячи рублей. Барин слегка засвистал, отвернулся немного в сторону. Гм, но это разговор далекий, это шутки. Шутник-то репка. Я знаю. Цена красной этому коню триста рублей. Эх-эх, обиделся батенька. Но он у меня, слава богу, не краденый. Гришка, веди лошадь в конюшню. Прощения просим, ваше благородие. Что ты, что ты, какой дерзкий. Да ведь ты их продаешь? Надо же показать, провести и запрячь. Как он нынче зазнался, разбогател. Ты знаешь, солдат, да как ты смеешь грубить. Помилуйте, ваше благородие, какая же тут грубость. С покупателями мы понимаем. Да ведь вы шутить изволите. Желаете, проведем. Гришка, пробеги с конем по двору рысью. Ах, ай, как он выкидывает ногами. Как у него плечо ходит, и что-то в животе закрокало. Кро-кро, кро-кро. Гришка два раза пробежался, и шаги лошади делались все шире и шире. Вот конек, чудо, чудо. Ах, вот картина. Да уж каков бег, так и говорить не остается, говорит растроганно батенька. А запрягите-ка его в дрожки, да по ровной дороге. Смотрите, длина лошади, а какая грудь. Между передними ногами человек пролезет легко, да прямой пройдет. А копытище, какая крепость. И изволили заметить, как он наружу подковку перед нами поворачивает. Какие статьи, лады, без всяких пороков. Четыре года лошади. Батенька подошел к лошади, притянул к себе повод, смело полез в рот красавцу и оскалил ему зубы. Показывает барину. Не угодно ли взглянуть? Вот они окрайки. Уж лошади-то к лошади. Что тут толковать много? Я их к молдавскому визиру в Букарешке поведу. Вот где продам. Ну да что же, говорит барин, высоко подняв брови. Если и другой такой же, то за пару я пожалуй дам тебе тысячу рублей. Нет, ваше благородие, далеко нам торговаться. А мне вот как. Если будете давать за пару тысячу девятьсот девяносто девять, так и то не отдам. Я вам как первому покупателю сразу сказал решительную цену. Вот как перед Богом святым. Нет, вижу, репка, ты сегодня плотно поел. Несговорчив. Я к тебе еще заеду. Милости просим. Найдем и на вашу цену. У меня нынче выбор хороший. Шестнадцать лошадей в сараях стоят. Есть и другие лошади. За воротами стояла, позванивая бубенцами, пара бариновых, запряженные в тарантас вороненькие лошадки. Покатил. Ну-ка, Гришка, запряги мне в беговые дрожки этого серого. Сбрую наборную. Илюха, хочешь со мной прокатиться? Только надо крепко мне за спину держаться. Ай, хочу, хочу. Буду держаться. Возьмите, батенька. Ну, иди скорей. Надевай хорошую рубашку и новые сапоги. Мы сели. Я крепко уцепился за батеньку. Сначала шагом выехали из ворот. Вот шаг, ну совсем рысью идет. А как натянул батенька вожжи, как пошел он кидать нам землю и песок, даже рукам моим больно. Так и сечет. И выглянуть нельзя из-за спины батеньки. Мигом взлетели на гридену гору. А вот и барин. Недалеко убег от нас, говорит батенька. Вижу, барин пылит на своей паре и точно на одном месте топчется. Остановился. Батенька натянул вожжи и в секунду нагнали мы барина. А, репка, не думай, что ты меня обогнал. Это я нарочно задержал, чтобы посмотреть рысь серого. Где же нам обогнать ваше благородие? Прощения просим. И батенька важно снял шапку, красный платок из нее выскочил. Я едва успел схватить его, передал. Он надел шапку, взял опять потуже вожжи, и мы как вихрь понеслись. Я оглянулся. Барин также пылил и топтался на месте, совсем не двигаясь за нами. Мы скоро пролетели в Игон, Харьковскую улицу. Я даже не успевал рассмотреть расписанных поселянских домиков. Чудо как расписаны. Большое фронтонное окно, широкий наличник и два окна внизу, все разными красочками и цветочками. Повернули по Никитинской, выехали к лавкам. Богатые, дорогие лавки. Батенька здесь остановил, и мы почти шагом проезжали мимо купцов. Все они высыпали на нашего серва посмотреть. Я некоторых купцов знаю, они знакомы с батенькой. На ступеньках и за каменными балясинами везде купцы и господа стояли и смотрели сверху на нас. Ефиму Васильевичу почтение с приездом снял шапку поспехов. Кланялись Степаша Павлов, Коренев и другие. Ай да конь, и откуда вы такого привели? Это рысак, сейчас видно, сказал Иван Коренев. Рысак. Батенька уже осторожная, чтобы не выронить красного платка, снял картуз и раскланился с купцами. Мы заворотили на Дворянскую улицу. Тут все большие двухэтажные дома, некоторые с балконами. Окна отворены, везде видны красивые господа и барышни. Ах, какие красавицы барышни, как разодеты. Все в кисиях, да в шелках и с цветными зонтиками на балконах сидят. С офицерами на французском языке разговаривают и показывают на нашего серого. А он точно понимает, что на него глядят такие красивые господа. Так и выступает, так и горцует копытами и гривую трясет. Наборные кисти висят через оглобли и раскачиваются. Вычищенные медные бляшки блестят на черных ремнях, горят и переливаются на серых яблоках белой шерсти. Вдруг наш серый как заржал, и даже эхо за донцом отозвалось. Некоторые мальчики-дворяне смотрят на него и удивляются, что мы едем на таком чудесном коне. Мне издали нравятся мальчики-дворяне. Они такие хорошенькие, чистенькие. Мне бы так хотелось с ними познакомиться, но этого нельзя. Мы поселяне. Обогнали несколько подвод поселян, порожним тарахтели. Вот лошаденки, точно телята или овцы. Тюб-тюб-тюб-тюб и не с места. Один шутник, бойкий парень, крикнул батеньке. Дядя, давай конями меняться. Цыгане будут смеяться, ответил батенька. Сколько придачи дашь за моего гнедого мерина? Отъехали. Вишь, говорит батенька, малый-то караготник. Как зайде в карагот, хоровод. Как лапать-облапать трахни, так искры и сыпя. Стой-стой, крикнул другой. На веселе был. Сколько дашь придачи за мою кобылу, а? Кляча, кожи да кости и стеленка ростом. А этот, говорит мне батенька, щеголь-гуляка. Что не год, рубаха. А порткам и смены нет. Мы их обдали пылью и быстро покатили. Стой-стой, мы вас обгоним, кричали пьяные. Они изо всей мочи стали бить кто палкой, кто кнутом своих кляч. Один вскочил с таймя в телеге, лупит изо всей силы лошаденку, орет. Догонь им, не уйдешь, держи их, держи. Но где же им? Далеко остались. В своем дворе На другое утро в пятницу, в Чугуеве базарный день, с позаранку ворота в наш двор были отворены, и к нам везли с базара на валах высокие вазы с сеном, а на конях вазы поменьше. Посреди двора складывали громадный скирт сена, весь двор был засорен душистым сеном. Кроме того, везли еще на валах же вазы с мешками овса, а некоторые вазы поменьше также везли и на лошадях, маленьких поселянских клячах. Овес всыпали в амбар, в закром. Освободив вазы от клади, хозяева отпрягали лошадей, снимали ярму у валов и пристраивались к сторонке в ожидании расчета. Некоторые подкладывали скоту сенца, другие водили своих коней поить на Донец. Хохлы располагались под телегами и ели свиное сало с хлебом. Нет, виноват, это по понедельникам свиное сало, а в пятницу ели тарань, которую долго надо было бить об телегу, чтобы она стала мягче, и чтобы сухая кожа с чешуей отставала от твердого, тонкого слоя мяса тарани. Двор наш казался ярмаркой, везде громко говорили люди, больше хохлы. Мне их язык казался смешным, и когда несколько погепанных хохлов говорили громко и скоро, я почти ничего не понимал. Из разных деревень были люди, из Малиновки, это близко, а были хохлы из Шелутковки, из Мохначей, из Гракова, из Коробочкиной, наши русские из Большой Бабки и других сел. Батенька ездил на базар на высоком рыжем мерине, смирная лошадь, в бричке. Надо было кое-что взять с базара и с провизией. Приехав домой, он проверил вазы, и пока складывали скирды сено и ссыпали овес, пил чай. Мы уже все напились раньше, с базара он всегда опаздывал. Наконец, батенька вышел на крыльцо с табуреткой и счетами в руках. Ему принесли стул и еще один стул для маменьки. — Мать, а мать, записка у тебя? Иди, Бо, ну-ка читай, а я буду на счетах считать. Маменька стала читать по его записке. — Три воза из Гракова, Воловых, девять рублей. — Да, это хорошее сенцо, пырей чистый, степное. — Так что девять рублей, щелк-щелк. — Один воз конский, один рубль двадцать копеек. — А это из Махначей, Луговое, Дринцо. Ну да сойдет теперь и это, мешать будем. Из Коробочкиной пять вазов по два рубля семь гривен. Из Шелутковки четыре воза конских по рублю тридцать копеек. — Ага, хорошие вазы, парные. Пять рублей двадцать копеек. Щелк-щелк-щелк-щелк. Некоторые собственники подошли к самому крыльцу, сели внизу ждать расчета по очереди, а другие просили рассчитать их отпустить. Они были издалека, из-под гнилицы. — Сейчас, сейчас, посидите, подождите, — говорил батенька. — По два сорок, по два сорок. — Семь рублей двадцать копеек, — помогает маменька. Батенька вынимает, отстегнув жилетку, туго набитый деньгами засаленный бумажник. Бумажки разные, старые, разорванные, склеенные, и все одна к другой. Вот синеватые, вот розоватые, и беленькие есть, только все грязные, рваные и лохматые. — Ну-ка, мать, достань из сундучка, принеси сюда рубли для расчета и мелочь. Маменька принесла длинный-длинный кошель, вроде колбасы или чулка, набитый серебряными рублями, только ребра заметны. Стали рассчитываться. — Ну, граковцы, — говорит батенька, — вам девять рублей, вот вам двум по трешнице, а тебе — три серебряных карбованца. На табуретке лежала кучка серебра. Рубли были разные, некоторые были стерты и блестели, некоторые с крестами, а другие старые — с орлами и с Петром Первым. А были большие, которые стоили полтора рубля. Их называли толярами. Уже довольно долго шел расчет. Некоторые хохлы медлительно и недоверчиво считали свои деньги. Один не брал пятирублевый с оторванным и приклеенным уголком, а другой никак не мог сосчитать семь гривен серебром и медью. Все жаловался, что ему не додали. Некоторые уже начинали запрягать своих коней и выезжать со двора. И вот один мужичок, свалив свои два мешка в амбар, распряг кобылу, привязал у дверей сарая и пошел напиться воды. Кобыленка кляча запарилась и вся закурчавилась, пока довезла свой воз. Увидел ее вороной жеребец, что стоял за перегородкой на цепи. Захрапел, заржал и так рванулся к этой кобыленке, что вырвал вместе с цепью и кол от яслей, на которой крепко наматывалась цепь, перепрыгнул через перелину и сломал жерть. Кобыленка споткнулась об оглобле, смялась под телегу. Жеребец черный огромными копытами попал в тележонку и перекувырнул ее всю. Она затрещала и полетела к уборям. Грива длинная горой развивается. Хвост жеребец поставил как знамя и махал им на весь двор. Он стал носиться по всему двору между людьми, ярмами и телегами. Некоторые люди попадали со страху, попрятались под телеги, некоторых зашиб он до крови, а сам носится, храпит, ржет, сила, страсть. Наконец люди, кто посмелей, схватились за колья, чтобы наступать на чудовище. Черное блестящее чудовище с цепью на шее и колом прыгает через телеги, звенит цепью, а кол скачет, того и гляди заденет кого-нибудь. Взметнулись диковалы, завизжали, ошалев лошади, дым коромыслом, заржали лошади в конюшне. «Стойте, стойте!» – кричит батенька с крыльца. «Разве так можно? Что вы делаете? Бросьте колья!» Мужики с кольями от страху бросились в стороны. Кто на тын, кто на сарай, кто на крыльцо. Батенька бросил все деньги и побежал к жеребцу. В это время Гришка уже бежал за жеребцом, поймал кол и ухватился за него, передвинулся к цепи, поближе к морде страшилища. С другой стороны Бориска бросился и схватил коня под узцы. Гришка уже сидел на черном дьяволе, перекинул ему цепь на морду и ударил его кулаком по макушке. Жеребец даже присел и шатнулся. «Ах ты, сукин сын!» — кричит с досадой батенька. «А если бы тебя так? Ведь так можно убить жеребца!» Он подошел и взял за ноздри чудовище. Вот бесстрашный. Из ноздрей пар и огонь, глаза на черной голове белыми белками косили страшно. Как это батенька не боится? Разве он виноват? Ишь, какой колышек пристроили! Это вам не теленок в хлеву! Вдруг жеребец опять заметил кобылу, заржал и так рванулся в ее сторону, что его едва-едва не выпустили. Но Гришка круто повернул его назад к воротам. Цепь в морду врезалась. «Ах ты, боже мой, вот люди! Как малые дети, не понимают! Да что же ты не уведешь свою кобылу со двора!» В досаде кричит батенька на собственника кобылы. А тот, бедняга, стоял перед своей разбитой телегой, как помешанный и не знал, что делать. Другой шел к нему на подмогу с разбитой рукой и с пальца лила кровь. «Ах ты, господи!» Ну уж проезжайте, Гришка и Бориска с жеребцом. Проведите его немного по улице, пока эти с телегой кобылы уберутся. «Прошу вас, любезные!» Упрашивает батенька. «У кого кобылы, отведите их вон туда, за сарай. Дайте жеребца провести и поставить на место». И он пошел на крыльцо, где маменька в страхе ждала, чем кончится эта суматоха. «Ах, хай йому халепа! Ну его к черту! Отцы як безнав! Та ни за що не паихав биуцей двир!» Говорит отчаянно хохол. Стали опять считать и продолжать расчет. Наконец, жеребца торжественно провели на его место и долго там возились. Укрепили бревна для цепей и загородили его так, чтобы уже не выпускать. И воду, и корм ему носили в стойло. В конце расчета все потерпевшие от буйства жеребца подошли к крыльцу обиженные и сердитые. Коробчане были на первом плане, покашливают, жмутся. «Мы не причинно, хозяин. Ты должен заплатить нам убытки». «Да какие же у вас убытки?» Говорит в досаде батенька. «Боже мой милостивый! Ведь вы расчет получили?» «Как же, хозяин! Этому телегу разбили, тому палец перешиб. А вон этот до синяков головою об оглоблю брякнулся. Надо заплатить. Мы так не уйдем со двора». «Вот уж и платить! Да постойте! Коли такое дело, телегу мы тебе сейчас починим. Гришка, Борис, сколотите ему его телегу. Там я видел только одна люшня вчистую сломана. Пойди, Бориска, вон там исколье в пределы ему пока новую люшню. А тебе палец сейчас перевяжут. Вот как бывало в походах. Мать! Промойте ему чистой водой палец, да завяжите чистой тряпочкой. «Елёха, Воха, воины-служаки, по семи пар сапог у вас дома. А вот мы служили, семеро в одном сапоге ходили». И он их обвел веселыми глазами. Потерпевшие рассмеялись слегка. Выступил один знакомый из отставных, сослуживец отца. «Уж ты, Хим Васильич, дай-ка нам на кварту, мы и разопьем за твое здоровье». «Ах, Елёха, Воха, ну уж будь по-вашему. Мать, достанем сорок копеек, нехай они зеньки зальют». «Но вот и прощения просим. Привозить ли к будущему базару сено, овёс?» Кричит весело удаляющаяся куча. «Везите, везите. Корму в городе много надо. Не я так другой заберёт». Понемногу разошлись, уехали. «Ах ты, Господи!» Говорит сквозь слёзы досады маменька. «И зачем ты этого ирода, прости, Господи, привёл сюда? Ведь это ж страсть-то какая, смерть!» «Да, вот с вами бы на печке сидел, да картошку с маслом ел». «Только была ли бы у нас картошка? Ась, то-то!» Говорит внушительно батенька. «Это конь заказной, производитель. Это на завод графу Гендрикову поведём. Вот управимся немного, и надо везти». Гришку этот конь знал и любил. Так и следил за ним глазами. А на других, кто ещё издалек к загородке подходит, храпит, поворачивается. Теперь Гришка ему и цепь снял. Крепко загородили его в стойле, высокие стены поставили. Не перескочить. Доняшка говорит, «Оттого и смирен с ним вороной, что Гришка его кормит и поет. Это всегда». Гришка всегда добрый и весёлый, без забот. Жили бедно, да и будя. Носили сумку, теперь две. То жили-горевали, ходить не в чем. Теперь Господь привёл, надеть нечего. И поёт себе свою любимую. «Ой, дождик, дождик, да не силен, не дробен, да не ситечком сия, ведром поливая, брат по сеням ходя, сестру потешая, сестрица меньшая, да растишь ты большая, я отдам тебя замуж, да в чужую деревню, да в чужую деревню, да в согласную семью». Любит он смеяться над Доняшкой. Начнёт. «Не любишь меня? Уж погоди, пойду к кузнецу, закажу ему любжу, тогда не будешь от меня рыло отворачивать. Смеёшься? Погоди, не до смеха тебе будет, рыжая». «Ы-ы-ы, стагнидый!» злится Доняшка. «Что? Некогда, иди, иди, у вас дело кишить, бураки крошить, поп к обедня звоня, пастух ста догоня, а тут ещё ребёнок у...» Матеря. Голос за дверью. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Аминь!» отвечает маменька. Входит бабушка Егупьевна. Она всегда входит, сотворив молитву. Также входили и все осиновцы, также входили и горожане. Только прочие творили молитву ещё за дверью. Если какая-нибудь девчонка или кто по делу, то после того, как в ответ услышится слово «Аминь», говорят «Тётенька, выйдите-ка сюда». Вот бабушка Егупьевна прежде всего становится перед образами. Сотворив несколько поясных поклонов, крестясь большим двуперстным крестом, она обращается в сторону маменьки и начинает величать всю семью, сначала от старших. Также входили и странница Анюта, и Химушка, и тётка Палага, и все соседи и знакомые. «Здравствуйте, Ефим Васильевич! Хотя бы его и не было дома. Татьяна Степановна, Устенья Ефимовна, Илья Ефимович, Иван Ефимович, Авдотья Тимофеевна, Доняшка-работница. Живы ли все здоровы? Как вас Господь милует? Здравствуйте, здравствуйте, Егупьевна!» Говорит маменька. «А мы, присутствующие дети, Должны были подойти к бабушке, Ручку бить. То есть бабушка протянет нам руку ладонью вверх, А нам по руке её надо было шлёпнуть слегка своей ладонью, И затем поднести губам И поцеловать бабушкину руку. Такой же этикет соблюдался со всеми приходящими старшими и родственниками. Скоро Егупьевна с маменькой усаживались в сторонку И заводили свой таинственный разговор. «Что ты, что ты, Таня? Так он в солдатах развратился. Трубчищу куре!» Егупьевна в большом непритворном ужасе Всплеснула руками, Открыла всегда опущенное, Закутанное в белую косынку лицо, Показались огромные светлые глаза на бледном лице И даже сверкнули слёзы на глазах. «Ай-ай-ай! Страсть-то ж какая! Это надо его уговорить, Надо помолиться за него. Уж ли же он о своей душе не жалеет?» Всё это говорилось таинственно и так выразительно, Что и у маменьки капали слёзы. И я едва удерживался, чтобы не заплакать. «Ты знаешь, Таня, Что за эту мерзость ему будет на том свете? С кем он осудится?» Маменька только тяжело вздыхала. «А что будет, бабушка?» Невольно спросил я. «Ну, упади, мальчик, Ты ещё мал, чтобы это знать, После узнаешь. Молись за твоего отца, Чтобы Бог его избавил от этого греха, Чтобы он свою трубчищу бросил курить». Бабушка и чай считала грехом, И с нами ей нельзя было обедать, Мы суетные. Ей надо было наливать в особую чашку, Из которой никто не ел, И ложку так и держали только для староверов. Нашими ложками им нельзя есть. Грех». Я вспомнил, что уже несколько дней Не молился в своём местечке. Надо непременно пойти И хорошенько помолиться. Может быть, и я буду святым. И мне как-то страшно стало от этой мысли. Егупьевна стала рассказывать маменьке «Про матерей». Матерями назывался монастырь, Где жили староверские девы и женщины. Мы туда раз ходили с Доняшкой В воскресенье. Это далеко, в пристене. Как у них чисто, хорошо, Пахнет душистой травой, А кругом образа, Образа старинные, Тёмные лики, страшные. Прямо против входа Большой высокий иконостас. Это их церковь. По стенам скамейки И на скамейках сидят, Когда нет службы, Всё больше женщины, девочки. А некоторые сидели на полу, На пахучем чоборе И другой траве, Разбросанной на полу. Батеньку недавно опять угнали в солдаты. Он часто рассказывал, Когда был дома, Как трудно служить. Скомандуют, И тяжёлый палаш Наголо надо держать В вытянутой руке. Долго-долго, Пока не скомандуют Другой команды. Рука застынет, Задеревенеет, А ты стой, Не шевельнись, Все жилы повытянут. А верхом бывало в манеже Траверс, ранверс, Ломают, ломают, И лупили же, Всех лупили, Не брезговали И семейными почтенными людьми. Казмин, бывало, Никак не может верхом Просто сидеть, Отвалясь, Всё грудь колесом Выпрет вперёд, А надо сидеть, Как в стуле. Солдат красивый, Видный, Полковнику Башкирцеву Так хотелось выучить Его на ординарце, Уж его и так, И этак, Да ведь как били, Боже мой милостивый. Посадит, бывало, Лицом к хвосту лошади, Лошади белые, Подъёмные, Вершков восьми, Мужчина он огромный, Как шлёпница. Уж поиздевались же над ним, А ведь отец семейства, Три сына, Два женатых, Что ты поделаешь? Уж на что, Какой здоровый силач, А всё в госпитале валялся. Ах уж и лошадки белые, Прости, Господи, Дались нам, Знать, Долго ли ей запятнаться В сарае. Чуть приляжет, И готово, А поди-ка от А3, Это жёлтое пятно. Надо кипятком отпаривать. Ростки искусства Без батеньки мы осиротели, Его угнали далеко, У нас было и бедно, И скучно, И мне часто хотелось есть. Очень вкусен был чёрный хлеб С крупной серой солью, Но и его давали понемногу. Мы всё беднели. А батеньки ни слуху, Ни духу. Солдата мы его только один раз Видели в серой солдатской шинели. Он был жалкий, Отчуждённый от всех. Маменька теперь всё плачет, И работает разное шитьё. Устя, Иванечка, И я Никак не можем согреться, Нас трясёт лихорадка. Хотя у нас на всех окнах И дверях Прилеплены сверху записочки, Что нас дома нет, Но лихорадка не верит И непременно Кого-нибудь из нас трясёт, А иногда и всех троих вместе. Недавно заезжала тётка Палага Витчинчиха. И маменька с нею так наплакалась, Батеньку с другими солдатами Угнали далеко, В Киев. Он там служит в нестроевых ротах. Там же и деверь тётки Палаги, Она всё знала о солдатах. С утра мне бывает лучше, И я тогда принимаюсь за своего коня. Я давно уже связываю его из палок, Тряпок и дощечек, И он уже стоит на трёх ногах. Как прикручу четвёртую ногу, Так и примусь за голову. Шею я уже вывел и загнул. Конь будет загинастый. Маменька шьёт шубы осиновским бабам Ильи настоящих волос из лошадиного хвоста. Мой конь большой, Я могу сесть на него верхом. Конечно, надо осторожно, Чтобы ноги не разъехались, Ещё не крепко прикручены. Я так люблю лошадей, Что всё гляжу на них, Когда вижу их на улице. Из чего бы это сделать такую лошадку, Чтобы она была похожа на живую? Кто-то сказал из воску. Я выпросил у маменьки кусочек воску, На него наматывались нитки. Как хорошо выходит головка лошади из воску. И уши, и ноздри, и глаза, Всё можно сделать тонкой палочкой. Надо только прятать лошадку, Чтобы кто не сломал. Воск нежный. К маменьке помощницами Поступили две девки-соседки. Пашка Полякова и Ольга Кострометинова. Они очень удивлялись моей лошадиной головке И не верили, что это я сам слепил. Ольгу я не люблю. Она высокая-высокая, И всё смеётся. Смеётся каждому слову. Сейчас как придёт, И поднимает меня к самому потолку. Страшно делается. А потом лезет целоваться. Жених мой жених. Ну какой я ей жених. Я начинаю её бить и царапать даже. А она всё гогочит, С каждым словом её всё больше смех разбирает. А Паша умная и всегда серьёзно смотрит, что я делаю. Но вот беда. Ноги лошадок никак не могут долго продержаться, чтобы стоять. Согнутся и сломаются. Паша принесла мне кусок дроту, проволоки. И посоветовала на проволоках укрепить ножки. Отлично. Потом я стал выпрашивать себе огарки восковых свечей от образов, и у меня уже сделаны целых две лошадки. А сестра Устя стала вырезывать из бумаги корову, свинью. Я стал вырезывать лошадей, и мы налепливали их на стёкла окон. По праздникам мальчишки и проходящие мимо даже взрослые люди останавливались у наших окон и подолгу рассматривали наших животных. Я наловчился вырезывать уже быстро. Начав с копыта задней ноги, я вырезывал всю лошадь. Оставлял я бумагу только для гривы и хвоста. Кусок и после мелко вроде волосков разрезывал и подкручивал ножницами пышные хвосты и гривы у моих загинастых лошадей. Устя больше удавались люди, мальчишки, девчонки и бабы в шубах. К нашим окнам так и шли. Кто не проходил мимо, даже через дорогу переходили к нам посмотреть, над чем это соседи так смеются и указывают на окна пальцами. А мы-то хохочем, стараемся и всё прибавляем новые вырезки. Вот и нехитрое начало моей художественной деятельности. Она была не только народна, но даже детски простонародна. И осиновка твёрдо утаптывала почву перед нашими окнами, засыпая её шелухой от подсолнухов. Я вырезывал только лошадей и не завидовал Усте, когда оно очень хорошо стало вырезывать и коров, и свиней, и кур, и уток, и даже индюков, Чем особенно восхищалась наша публика, увидев под носом индюка его атрибуты. На рождественские праздники к нам отпустили нашего двоюродного брата, сироту Троньку, Трофим. Он работал мальчиком в мастерской у Касьянова, моего крестного, портного для господ военных. Тронька принёс с собой рисунки, изображающие Палкана. И я очень удивился, как он хорошо рисует. Под каждым рисунком он старательно подписывал название «Палкан» и свою фамилию «Трофим Чеплыгин». У него была огромная голова, коротко остриженная. Он знал много сказок, таких занятных, что мы не могли оторваться, всё слушали. Струп металл, запечная искра. Зелёный и особенно про царя самосуда, как заспорили охотник и билетный солдат. Один говорил «Песня правда, а сказка брехня», а другой «Сказка правда, а песня брехня». Долго припирались охотник с солдатом, пока не дошли до дворца царя самосуда. И царь самосуд, усадив их по правую и левую руку, длинные истории объяснил им, кто прав. На другой день Трофим из плоской коробочки, завёрнутой в несколько бумажек, достал краски и кисточки. В городе в их мастерскую приходит много разных людей. Аптекарь принёс Трофиму краски и кисточки. В аптеке краски сами делают. Трофим знал название всем этим краскам. Жёлтая гуммигут, синяя лазурь, красная бакан и чёрная тушь. Трофим и при нас вдруг нарисовал ещё полкана. Чирк-чирк, всё точками и чёрточками. Потом аккуратно складывал в четверо своих полканов и прятал их в шапку на дно. Рисунки его были очень похожи один на другой, и нам показалось, что Трофим, наш двоюродный, сам полкан. Особенно его большой лоб и чёрные глазки глубоко подо лбом, и короткие волосы, щёткой покрывавшие его круглую голову, были совсем похожи на рисованных им полканов. Каждый полкан держал булаву. Красок я ещё никогда не видал и с нетерпением ждал, когда Трофим будет рисовать красками. Он взял чистую тарелку, вывернул кисточку из бумажки, поставил стакан с водою на стол, и мы взяли Устину азбуку. Чтобы её некрашенные картинки он мог раскрашивать красками. Первая картинка арбуз вдруг на наших глазах превратилась в живую. То, что было обозначено на ней едва чёрной чертой. Трофим крыл зелёными полосками, и арбуз заребил нам глаза живым цветом, мы рты разинули. Но вот было чудо, когда срезанную половину второго арбузика Трофим раскрасил красной краской так живо и сочно, что нам захотелось даже есть арбуз. И когда красная краска высохла, он тонкой кисточкой сделал по красной мякоти кое-где чёрные семечки. Чудо! Чудо! Быстро пролетели эти дни праздников с Трофим. Мы никуда не выходили и ничего не видели, кроме наших раскрашенных картинок. И я даже стал плакать, когда объявили, что Трофим пора домой. Чтобы меня утешить, Трофим оставил мне свои краски. И с этих пор я так в них впился, свои красочки, прильнув к столу, что меня едва отрывали для обеда, и срамили, что я совсем сделался мокрый, как мышь, от усердия и одурелся своими красочками за эти дни. Я раздосадовался и расплакался до того, что у меня пошла из носу кровь. И долго шла, её долго не могли остановить, и я совсем побледнел. Помню, как кровь моя студнем застыла в глубокой тарелке, как мне мочили холодной водой затылок и прикладывали к шее большой железный ключ от погреба. Надо было ещё поднимать высоко правую руку, кровь текла из левой ноздри. Оправился я кое-как только дня через три. Кровь перестала идти, и я сейчас же за красочки. Но недолго я наслаждался. Вдруг к моему ужасу большая красная капля капнула на мой рисунок. Другая, третья. И опять полила-полила. Ах, какая досада! Опять надо было сидеть смирно, поднявши голову, и правую руку держать вверх. Тоска сидеть в таком положении, и я чувствовал себя совсем больным. Сначала раздражался капризно, а потом уже спокойно лежал на лежанке и почувствовал через несколько дней, что не могу держать голову. Она клонилась на грудь или на плечо, так же и спина моя не держалась, сидеть я не мог, кротко лежал и уже равнодушно слушал, как бабы-соседки, приходившие мерить свои шубы, безнадежно махали на меня рукой и откровенно советовали заказывать мне гробик и шить смертенную рубашку и саван. Не жилец он у вас, Степановна. Посмотрите, какие у него ушки бледные, и носик совсем завострился. Помрет. Накажи меня, Бог помрет. Это верная примета, когда носик завострится. Это уже не к житью. Вот у Субачевых так же мальчик хворал, тот с перепугу. И переполох ему выливали, и заговаривали, и что же, что не делали, умер. Я посмотрел на свои руки и удивился, какие они белые, бледные, с синими жилками. И все косточки и суставчики отчетливо видны были на тонких пальцах, а ногти отросли длинные, белые. И вот лежу я почти неподвижно, и отлично слышу со своей лежанки всякое слово, даже шепот приходящих и уходящих баб. Даже из кухни все слышно, даже когда шепчут. Прибежала Химушка Крицына. Обращаются к Доняшке, нашей работнице, молодой еще девочке из семьи соседей Сапелкиных. А что еще не умер ваш Илюнька? Жив еще? А сказали еще вчера, что кончается, носик завострился. — Алдаким Шевернев вызывается сделать ему гробик, пока мы бы его и обшили по зументикам. — А можно взглянуть на Илюньку? — спрашивает она и отворяет дверь ко мне. Мне сделалось так смешно, что я подумал даже показать ей язык, но воздержался. — Кхи-кхи, да он еще смеется, смотрите. А ведь краши в гробик кладут. И носик остренький, а и беленький тоже, как булка. Ну что, еще смеешься? Вот умрешь, так не будешь смеяться. Снесем мы тебя далеко и закопаем. А можно с него мерку снять? — Ну, протяни ножки. Мы тебе хорошенький гробик сделаем. Красиво обошьем, тебе хорошо будет лежать. Отчего тебе бояться умирать? До семи лет младенец отрастут крылышки и полетишь прямо в рай. Грехов у тебя нет, не то что мы грешные, тут бьемся, колотимся. По тебе мы и голосить не будем. Из-за нас, из-за своих родителей там будешь Богу молиться. — А красочки и кисточки там будут? — спрашиваю я. Мне жаль стало красок. А как же? Весь рай в цветах. Там и горит свет, и синее небо, и бас, и черемуха. Все в цвету. А сколько той розы и ягоды. Вишни кисточками навязаны. А кругом калина, малина. Ты не про то, перебиваю я. Красочки, что на бумаге рисуют. И бумага там есть? Бумага? Вишь ты, бумаги захотел. У Бога всего много. Попросишь Бога, и бумаги даст тебе. В это время в дверь вошла маменька. Химушка вдруг с испугом отскочила от меня, и как виноватая стала прятать мерку за спину. Маменька сердит, а оглядела ее. Тебе тут чего надо? Что ты здесь делала? Химушка немело и не отвечала. Маменька, заступаюсь я. Она добрая. Она мне гробик сошьет. Какой гробик? Кто ее просил? Сошьет. Прости, Христа ради, Степановна. Все говорят, что Илюнька ваш кончается. Я пришла попрощаться с ним, а Алдаким Шевернев вызывается сделать гробик. А он вишь еще смеется. Только смотрите, Степановна, как у него носик завострился. Не жилец он на этом свете. Уж не сердитесь. Химушка была прогнана, и маменька прильнула ко мне и стала тихо всхлипывать. Так не что ты умрешь, Илюша? И разрыдалась, и обдавала меня своими теплыми слезами. Не плачьте, маменька, утешаю я. Все говорят, что умру, носик у меня завострился, а Химушка добрая, она сошьет мне хорошенький гробик. И меня отнесут, где дедушка и бабушка лежат, где мы катали красные яички на их могилках. Я знаю дорогу туда. Я сам один дошел бы. Но я не умер, несмотря на верную примету завострившегося носика. Вероятно, была уже вторая половина зимы, и мне до страсти захотелось нарисовать куст розы. Темную зелень листьев и яркие розовые цветы с бутонами даже. Я начал припоминать, как это листья прикреплены к дереву, и никак не мог припомнить. И стал тосковать, что еще не скоро будет лето, и я, может быть, больше не увижу густой зелени кустарников и роз. Пришла однажды Доня Бочарова, двоюродная сестра, подруга Усти. Когда она увидела мои рисунки красками, я уже начал понемногу пробовать рисовать кусты и темную зелень роз, и розовые цветы на них. Донне так понравились мои розовые кусты, что она стала просить меня, чтобы я нарисовал для ее сундучка такой же куст. Она прилепит его к крышке. И еще она принесла мне от своего брата Ивани сказку о Бове Королевиче с картинками. Там был и полкан, и еще много картинок. Лежали мальчики без рук, без ног, без голов. Это все Бова еще маленьким играючи наделал. Такая сила, кого хватит за руку, рука прочь, за ногу, нога прочь. Я отдал ей нашу книжку «Понтюха и Сидорка в Москве». Книжку эту мне читали уж много раз. Она уже надоела, но отдавать ее мне все же было жаль. Заказ Дони Бочаровой потянул и других подруг Усти также украсить свои сундучки моими картинками. И я с наслаждением упивался, работаю по заказу, высморкаться некогда было. А самым важным в моем искусстве было писание писанок к Пасхе. Я и теперь вспоминаю об этом священодействии с трепетом. Выбирались утиные или куриные яйца размером побольше. Делалось два прокола в свежем яйце, в остром и тупом конце. И сквозь эти маленькие дырочки терпеливым взбалтыванием выпускалась дочисто вся внутренность яйца. После этого яйцо долго чистилось пемзой, особенно куриное. Утиные по своей нежности и тонкости требовали мало чистки. Но вычищенное куриное яйцо получало какую-то розовую прозрачность, и краска с тонкой кисточки приятно впитывалась в его сферическую поверхность. На одной стороне рисовалось воскресение Христа. Оно обводилось пояском какого-нибудь затейливого орнамента буквами ХВ. На другой можно было нарисовать или сцену преображения, или цветы. Все, что подходило к великому дню. По окончании этой тончайшей миниатюры на яйце она покрывалась спиртовым белейшим лаком. В дырочке продергивался тонкий шнурок с кисточками и завязывался искусными руками. Больше частью делала это Устя. За такое произведение в магазине Павлова мне платили полтора рубля. С какой осторожностью нес я свой ящичек, чтобы как-нибудь не разбить эти нежные писанки, переложенные ватой уже руками маменьки. Степаша Павлов сам писал такие писанки, и я был до бесконечности удивлен его работой. Он, однако же, снисходительно хвалил и мою работу и заказывал приносить еще, когда будут. У нас кто-то сплетничал, будто магазин Павлова берет по три рубля за эти писанки. Этому я мало верил, я был более чем доволен своей платой. Я уже нисколько не боялся, когда начинала идти кровь из носу. Это частенько бывало от излишней беготни в жаркий день, от самого небольшого ушиба, от вспыльчивости, из-за споров. Я знал, что делать. Сейчас же, справившись, из какой ноздри идет кровь, большей частью она шла из левой. Я остановился затылком к стене, поднимал правую руку и держал большой железный ключ от погреба на своем загривке. Сначала чувствовал, как кровь наполняет мне рот и идет уже ртом вниз. Поднявши высоко голову, я ждал, чтобы кровь остановилась, однако она шла все гуще, но уже тише. И когда совсем переставала, я выпрямлялся. Надо было долго не сморкаться, а то сейчас снова пойдет. Часа два приходилось быть осторожным в движениях и не пригибаться к столу. Скучно было выдерживать, но что делать? Надо было терпеть. Бедность Все было хорошо, но однажды весною, в солнечное утро, на улице я увидел, как Химушку и других соседок погнали на казенную работу. Ефрейтор Середа, худой, серый, сердитый, вечно с палкой, ругает баб, чуть они станут разговаривать. А, поправился? Говорит мне Химушка, проходя мимо меня. Ну что, как здоровье? Вишь, ожил. А вас куда гонят? Спросил я со страхом, пока Середа отстал, подгоняя других баб. Далеко, к Харьковской улице, новые казармы обмазывать глиной. А твою мать еще не выгоняли? Спросила она. Нет, ответил я с ужасом. Разве можно? А что же? Ведь она такая же поселянка, как и мы все. А что ж ты, репчиху, не выгоняешь на работу вместе с нами? Обратилась она к догнавшему нас Середе. Ведь такая же поселянка. Что же она за барыня? Вишь, братья в офицеры выслужились. Да у меня, может быть, дядя в писарях, а я иду же на работу. Середа остановился, задумался, а в самом деле, что же она за барыня? Он подошел к нашему крыльцу и крепко застучал палкой в дверь. Маменька выбежала с бледным лицом. Завтра на работу. Сегодня только упряжаю. Завтра рано собирайся и слушай, когда бабы и девки мимо будут идти, выходи немедленно. Маменька весь день проплакала, но к утру распорядилась, как завтра быть. Так как Усти и Иванечка были больны, то до няшки надо было дома и готовить обед, и смотреть за хозяйством. А мне нести маменьке обед на работы. Новые казармы были на выгоне, недалеко от делового двора, откуда виден страшный ров. К страшному рву все боялись подходить. Там целыми сворами бегали и лежали растервившиеся собаки, даже бешеные оттуда иногда мчались, мокрые, с пеной у рта, прямо по дороге, пока их не убивали палками мужики. А на днях эти собаки разорвали чьего-то живого теленка, так и растерзали и обглодали до костей. В ров валили всякую падаль, и дохлые коровы, и лошади, и собаки, и кошки, и овцы лежали там со скаленными зубами, с ободранными шкурами, раздутыми животами, а другие, высоко подняв одну заднюю ногу. Вонь такую несло оттуда, что не подступиться. Доняшка учила, чтобы я прежде вышел к саду дворянской улицы, и по над стенкой тут все-таки люди ходят, пробрался потихоньку к казармам, а там мне уже видны будут наши осиновские бабы. С узелком, в нем на тарелке было положено съестное для маменьки, я поднялся на гридину гору и прошел дальше к плетню дворянского сада. Там я увидел, что собаки со страшным лаем понеслись к кладбищу и к староверскому лесу. Я обрадовался и почти бегом пустился к казармам, и бабы наши уже были мне видны. Девки пели песни и мешали глину с коровьим пометом и соломой. День был жаркий, и они почти все были покрыты белыми платками и косынками, чтобы не загореть. Мне трудно было узнать маменьку, я стоял и всматривался. — Степановна, это верно вам Илюнька принес обед? — крикнул из-под одной косынки голос химушки. — Барыня-белоручка! — кивали бабы в сторону маменьки. Узнаешь, небось, как поселянки работают, а то, вишь, все отбояриваются. Что у нее братьев благородные из кантонистов вышли, так уже она и барыня. Небось, середа тебе покажет барство. Вишь, и мальчонка, в чем душа держится, босиком ходить, вишь, не привык, а штанишки на одной подтяжке. У самой-то кожа на руках нежная, сейчас до крови стерла, как стала месить глину. — Я уж и то говорю ей, ну уж носи, подавай, где тебе месить. Ногами тоже босиком ступить не может, колка ей. Привыкнешь, матушка, обеднела без мужа. Далеко, говорят, угнали. Подошла химушка. — А что, жив остался? Как это ты с собаком не попался? Вишь, загорел как, поздоровел, а то был совсем бумажный. Маменька подошла ко мне. Она была под черным большим платком, спущенным низко. Лицо ее было так красно и блестело от слез так, что я едва узнал ее. — Ах, напрасно ты все это нес, мне и есть не хочется, сказала маменька. Мы сели на высохшей травке. — Как же ты от собак прошел? — спросила маменька. — Я, когда няшка сказала, к садам, к плетню. А оттуда, как увидел, что собаки понеслись к окопу, я скорее сюда. У маменьки руки были в глине, и местами из них сочилась кровь. — А трудно, маменька, шепчу я. — Можно мне за вас поработать? Маменька рассмеялась сквозь слезы и стала меня целовать. Я никогда не любил целоваться. Маменька отталкиваюсь я. Может быть, поселянам нельзя целоваться? Не надо. Маменька заплакала, посмотрела на свои руки и пошла к общей бадье вымыть их. Потом мы сидели, маменька ела обед. Нам слышен был лай растервившихся собак, и когда ветерок шел оттуда, доносилась даже сюда нестерпимая вонь от дохлятины и страшного рва. «Ну, будет тебе, барыня, прохлаждаться. Пора и на работу», крикнул на маменьку середа. «А ты чего таращишь глаза?» подошел он ко мне. «Будешь сюда ходить, так и тебя заставим помогать глину месить. Вишь, барыня, не могла с собой взять обеда. Носите за ней». «Еще не ученые, за господами все норовят». Скучно и тяжело вспоминать про это тяжелое время нашей бедности. Какие-то дальние родственники даже хотели выжить нас из нашего же дома, и маменьке стоило много страданий и много слез отстоять наши права на построенный нами для себя на наши же деньги дом. Середа нас допекал казенными постоями. В наших сараях были помещены целые взводы солдат с лошадьми, а в лучших комнатах отводили квартиры для офицеров. Маменька обращалась с просьбой к начальству, тогда вместо офицеров поставили хор трубачей, который с утра до вечера трубили кому что требовалось для выучки, отдельные звуки. Выходил такой нарочитый гам, что ничего не было слышно даже на дворе, и маменька опухла от слез. Все родные нас покинули, и некому было заступиться. Скучно, прекращаю. Зимою было свободнее. Я отводил душу в рисовании, и однажды вечером, когда маменьки не было дома, я попросил Доняшку посидеть мне смирно. При сальной тусклой свече, лицо ее рыжее от веснушек, освещалось хорошо, только фитиль постоянно нагорал, и делалось темнее. А свеча становилась ниже, и тени менялись. Доняшка сначала снимала пальцами нагар, но скоро ее стало разбирать такой сон, что она клевала носом, и никак не могла открыть глаза, так они слепались. Однако, портрет вышел очень похожий, и когда вернулись маменька с устьей, они много смеялись. У Доняшки даже руки были в веснушках, а волосы вились рыжими завитками. Только с возвращением батеньки домой жизнь наша переменилась. Из нее я буду вспоминать, что мне нравилось, а неважное буду обходить. Обойду даже школу, которую завела маменька. У нас вместе с нами училась более десятка осиновских мальчиков и девочек. Смешно вспомнить, как они громко шепелявили сложные склады и произносили так и так далее. Мы с устьей подсмеивались над тупыми учениками и ученицами, мы читали лучше и все схватывали быстро. Писали также лучше других. Закон Божий и чистописание обыкновенно преподавал нам дьячок или панамарь Осиновской церкви. Он снимал у нас комнату и обедал вместе с нами, если был бессемейный издалека. У дьячка Яровицкого я начал учиться арифметике и очень его обожал, но скоро он бросил должность дьячка и поступил учиться в Харьковский университет. У отца дела шли хорошо и мы стали богатеть. дом наш был полная чаша с хорошим хозяйством, у нас бывали гости и вечера, а залу нашу часто снимали топографы с писарем гейцигом для своих балов. Скоро я стал ходить в корпус топографов и учился чистописанию у гейцига, а он потом передал меня типографскому ученику Бондареву, которого я обожал еще более чем Яровицкого. Итак, уже после долгих ожиданий и мечтаний я попал наконец в самое желанное место обучения, где рисуют акварелью и чертят тушью. Корпус топографов. Там большие залы были заставлены длинными широкими столами, на столах к большим доскам были прилеплены географические карты, главным образом частей украинского военного поселения. Белые тарелки с натертую на них тушью, стаканы с водою, где купаются кисти от акварельных красок, огромные кисти, а какие краски, чудо, чудо, казна широко и богато обставляла топографов, все было дорогое, первого сорта из Лондона, у меня глаза разбегались, а на огромном столе мой взгляд уперся вдруг в две подошвы сапог со шпорами вверх. Это лежал во весь стол грудью вниз топограф и раскрашивал границы большущей карты. Я не думал, что бумага бывает таких размеров, как эти карты, а там дальше еще и еще. Потом я уже знал фамилии всех топографов. По стенам висели также огромные карты, земного шара из двух полушарий, карта государства российского, Сибири и отдельные карты европейских государств. Мне почему-то особенно нравилась карта Германского Союза и Италии. Но больше всего мне нравилось, что на многих тарелках лежали большие плитки ньютоновских свежих красок. Казалось, они совсем мягкие, так сами и плывут на кисть. Ах, вот идет мой учитель Финоген Афанасьевич Бондарев. Я видел его только на танцевальном вечере, где маменька упросила его взять меня в ученики. Он был в гусарском унтер-офицерском мундирчике. Блондин с вьющимися волосами у висков, с большими добрыми глазами, он мне нравился больше всех людей на свете. После я узнал, что в корпус топографов, куда я попал, были прикомандированы из разных кавалерийских полков топографские ученики. Они носили формы своих полков. Вот почему и Бондарев был не в форме топографа. Скоро из других зал мимо нас прошла за своим преподавателем, также топографом, кучка человек из десяти кантонистов. У каждого в руках писанная тетрадь. Преподаватель палочкой указывал место на карте, и они громко выкрикивали названия стран, рек, гор, городов, морей, заливов, проливов и так далее. Мне очень понравились эти кантонистики в военных курточках и рейтузиках. Вот если бы мне так одеться. Нет, совестно. Они так бойко отвечали своему учителю на вопросы и быстро указывали места на картах. Все изучалось быстро, громко и весело. И сложный германский союз, и удельная система великих русских князей и княжеств. Все это узнал я после, уже разумеется, когда стал учиться тут же. Дядя Митя Трофим по праздникам приходил к нам уже в модном сюртучке и жилетке. Я его часто усаживал и подолгу мучил до одури. Все рисовал с него портреты, он сидел с удовольствием и постоянно выставлял и поправлял свой синий шелковый галстук. Он стал франтом, у него был даже бархатный пиджак. Я стал просить маменьку, чтобы и мне у Касьяновых сшили сюртучок. Маменька купила хорошего коричневого суконца и всего приклада. Но я долго-долго ждал, пока наконец к Велик Дню, к Пасхе не принесли. Он был сшит чудесно, но пока его сшили, я настолько подрос, что сюртучок едва-едва можно было натянуть на меня и застегнуть пуговки. А сидел чудо как хорошо. Известно, шили хорошие портные, уж не Доняшка же культяпала с просонья. Мы все смеялись и представляли ее, как она клевала носом с иголкой в руке. Рука во сне дергалась куда-то вверх, а она все ниже клевала носом. Невозможно было удержаться от хохота, а она сердитая. Небось, заклевали бы и вы, когда бы вставали чуть свет к корове дактеленку, а то дрыхнете сколько влезет, так вам не дремется. Доняшка была сердитая, клятая, как говорили про нее девки и бабы. У нас в мещанском быту подражании господам всегда презирался физический труд, а труд земледельца считался позорным, чуть ли не проклятием, каторжным трудом. Все поселяне по Байчея норовили в писаря, в ремесленники, в торговцы и смеялись над хлеборобами. Черный труд считался хуже всякого порока на человеке, с мужиком даже разговаривать считали низким. Трофим, например, про своих портных и про себя говорил, портной тот же майор, но Бог за это наказал. Вышло происшествие, когда нашему портному майору исполнилось пятнадцать лет, не знаю хорошенько правил о военных поселянах, каковым состоял Трофим Чеплыгин, его потребовали на казенный сенокоз, куда собирали девок и мальчиков, грести и подгребать, косить они, конечно, не умели. Трофим и тетя Груша, которая была Трофиму вместо матери, прибежала к нам из города в сумерки в слезах и воздыханиях. Троньку выгоняют на покос. Жалоба была к маменьке, чтобы она упросила дядю Федю заступиться за своего племянника. Сейчас же к Бочаровым. Там горевали горючими слезами до поздней ночи. Ничего не помогло, нельзя было отбоярица, должен идти. Трофиму наконец напекли пирогов, лепешек, связали узел платья, белья и отправили на целый месяц. Куда-то далеко угнали их, за Коробочкину, к Шелудковке. По несчастному сироте причитали как по покойнику. У всех родственниц были опухшие от слез глаза. Через недельку тетенька поехала к троньке проведать. Чуть не на тот свет запротырили мальчика. Рассказывала нам подробно. Сначала наплакалась и ахнула, как увидела его издали, узнать было нельзя. Черный как головешка, ошарпанный, но веселый и здоровый. После покоса, когда он пришел к нам, мы тоже едва узнали его, так он почернел, подрос, и усики стали пробиваться, но он вовсе не плакал, а рассказывал, что было там очень весело, девки, бабы, по вечерам песни и пляски, так что вспоминал он это время всегда с охотой, весело было. Однажды зимой я остался ночевать у Касьяновых, так как поднялась сильная метель, и вот в этот вечер я наслушался много сказок и прибауток. Один деньщик уселся посреди мастерской на особом стуле, как-то зычно скомандовал всей почтенной компанией слушать и начал так, вот что я запомнил. Писаря, портные сапожники, в том числе и картежники, сатана начал суд судить и по одному ват водить. Появились на тот свет господа, а бес кричит «пожалуйте сюда, для ваших роскошных тел у меня есть медный котел, а чтобы разогреть ваши скаридные души, у меня есть горячее слово вместо чая и пунша». И так далее, очень длинно, дальше не помню. Особенно интересно всегда было нам у Бочаровых. Там мы главным образом учились танцам, в их зале был кирпичный пол, он не подавался нашей шлифовке наподобие лужайки под калинами. Но зато быстро шлифовались подошвы наших сапог. И скоро они стирались до белого лебедя, а засимы подошвы ноги чувствовали уже ласку мачехи снизу от кирпичей. Экономные смельчаки предложили танцевать босиком, и многие глухо протопывали собственной отполированной подошвой так розово блестевшей в некоторых па. Трофим танцевал твердо, не соблюдая музыкального каданса. «Да что это, Трофим?» говорили учившие его сестры Бочаровы. «Ты держишься колом, это невозможно, ты хоть слегка вихляйся в стороны». «А, понимаю», отвечал Трофим, «значит всем корпусом?» но опять упирает бороду себе в грудь и, заложив руки в карманы, также твердо колом отбивает на польки рапо. Ничего не могли добиться, не было у него способности к танцам. Во всяком быту материальное довольство, хорошие достатки изменяют отношения людей. Так было и с нами. С тех пор, как отец стал богатеть от своей торговли лошадьми, дом наш стал гостеприимнее и веселее, и нас, детей военных поселян, родившихся в этой презренной касте, везде принимали. Благородные люди нами не брезговали, и наши родные дяди, вышедшие из кантонистов в офицеры, не стыдились нас. Дядя Дмитрий Степанович служил эскадронным командиром в Кирасирском полку, который стоял в Умане и приходил в Чугуев только на большие царские маневры, компоменты. Вот радость. Лучшая половина нашего дома готовилась не для постоя случайных господ офицеров, а для дяди с семейством. Сарай для его лошадей и экипажа, а кухня для семьи его крепостных людей. Помню, мы вышли к заставе с юга встречать кирасирский полк. Долго ждали. И вот наконец показалось вдали огромное облако пыли на большой дороге. Все ближе и ближе уже слышен лязг оружия, сабель, фырканье лошадей, а вверху султан и пик, вроде чаек, стадом плывут над пылью. Вот и кони, огромные вороные лошади в пыли и в пене. Сами кирасиры черные, как тот чернозем, по которому они шли столбовым шляхом. Кирасиры больше частью огромного роста, в белых калетах, в черных керасах. Вместе с вороным конем кирасир нам казался великаном. Не взглянешь. Черные хвосты от медных касок шевелились в воздухе, стальные мунштуки, удила, перепачканные пеной. Вместе с ясными бляхами стального набора воинственно блестели на черных ремнях седел. Полк шел шагом, но каким. Мы шли почти бегом около, чтобы не отстать, и старались узнать нашего дядю. И наконец маменька указала мне дядю, когда выступил его эскадрон. Он ехал впереди эскадрона с огромным палашом на голов в правой руке, прислоненном к плечу. Нас он, конечно, не видал. Лицо его было сурово, большие усы, черные от пыли и загара, он был неузнаваем и страшен. Вдруг маменька как-то тонко взвизгнула, Митя, и засверкала слезами, зажмуривая глаза. Дядя услыхал, сделал едва заметный поворот в нашу сторону, и под его грозным глазом тоже сверкнула слеза. Но он продолжал сурово свой кавалерийский марш. Заиграли впереди трубачи, они были на серых и белых лошадях. Вот восторг. Лучше труп ничего не могло быть для меня. Я не отходил от дяди все время, когда он уже в комнате снимал керасу, а Денщик стаскивал с него огромные ботфорты. Потом он умывался, пыркал, и ему даже сменяли воду, так много пыли набилось в кожу и волосы. Умывшись, он сел, Денщик раскурил длинную трубку и подал ему. Увидев Устю, он подхватил ее на руки, отставивший в угол свою огромную трубку с длинным чубуком. Устя страшно испугалась такой высоты и кричала «Горький пан! Горький пан!» Когда он целовал ее, она барахталась как птица в руках великана. Маменька рассказывала, что дядя Митя выучил ее грамоте. Другие две сестры ее, Груша и Параня, были неграмотны. А маменька с дядей Митей вместе учила все его уроки. Они оба проявили большую охоту к чтению и брат Митя приносил ей книги из библиотеки кантонистов. Особенно она зачитывалась Жуковским и маменька многие из его поэм знала наизусть, например, «Громобоя» и другие. И часто по вечерам, когда от дяди до приезда своей семьи пил с нами чай, они с маменькой вспоминали свое детство со всеми подробностями. А когда приходил дядя Федя, то непременно появлялся графинчик водочки. Дяденька Федя быстро подавался чувствительности и начинал всхлипывать, а тетя Груня сейчас же затягивала какую-нибудь старинную песенку. И вся родня скоро была в родственных слезах восторга и пела хором. С особенным чувством серьезности запевалась одна протяжная песня. Ты взойди солнце над горою, над высокую, над крутою, над крутою. Когда я учился уже в корпусе топографов, в штабе, как называлось в Чугуеве, и дядя Митя узнал, что я изучаю русскую грамматику, он вызвал меня при гостях и начал экзаменовать, спрашивая, какой части речь, называя какое-нибудь слово, например, благодеяние. Хотя я учил несколько иначе, какая часть речи, но я сейчас же смекнул, и дяденька экзаменовал меня довольно долго. Родня сидела смирно, с широко открытыми глазами, удивляясь моей смелости и знаниям. м г г г г г г Продолжение следует...